Дорогая Ксюша, ты гостья подкаста Вика Бизнес Чика, наша третья гостья, я очень рада, что ты согласилась к нам прийти, это для меня большая честь, особенно с учетом твоего очень такого насыщенного, я предполагаю, новогоднего графика, очень тебе за это благодарна. Ксюша Шипилова, я расскажу немного про Ксюшу, она создательница сети салонов красоты Keep Looking, она создатель дома косметических брендов Aesthetics, а также создатель супербоксов, которые вы точно тоже хотите, как, впрочем, и я. В общем, Ксюша – это суперидейный человек, суперприятный человек, суперкрасивый человек, и я думаю, что этот разговор будет очень всем интересен, потому что Ксюша – это, конечно, суперинтересный человек. Спасибо большое, Вика. Нет ничего приятнее, чем с утра пораньше слушать о себе столько комплиментов. Знаешь, ни на секунду не думала, вот я каждый день мечтаю о том, чтобы выспаться, и я, если есть возможность, сплю иногда до часу, до двух, и ни секунду не думала, когда ты написала, что, Ксюша, ты готова, хотела бы принять участие. Вообще, даже не знаю, почему, сегодня была уникальная возможность поспать немного, но мне тоже очень приятно, спасибо тебе большое. Ой, я аж покраснела. Все, что ты делаешь, очень классно. Очень ценю, все, что ты делаешь, я тоже очень люблю, поэтому я прям горжусь, что ты одна из первых гостей моего подкаста. Спасибо. В общем, я бы хотела начать, наверное, с самого начала, чтобы для наших слушателей и зрителей как можно четче рассказать весь твой карьерный путь, потому что я считаю, что он очень интересен, и даже самые твои первые шаги заслуживают того, чтобы быть озвученными на аудиторию. Поэтому, Ксюша, давай отмотаем совсем назад. Ты у нас финалистка Мисс Мира 2009. И расскажи, вот оглядываясь назад, 10 лет назад, как ты думаешь, этот статус тебе больше помогал по жизни или наоборот, например, ты сталкивалась с каким-то предвзятым отношением к себе, например, как к предпринимателю? Ой, я, знаешь, я иногда уже забываю, когда вижу, меня заставили, можно сказать, в Инстаграме указать, чтобы дали галочку, в Инстаграме заставили написать, и я всегда это читаю, знаешь, и мне самой, боже мой, как это читается в 2020 году финалистка конкурса 2009 года. Ну, вот если говорить с сегодняшнего дня, с сегодняшней колокольни, наверное, смотреть на все это, конечно, это, наверное, уже мешает. Но 10 лет назад, 8 лет назад все было немного иначе, и, конечно, я считаю, что конкурс красоты и вообще неважно, конкурс красоты либо какое-то мероприятие значимое, такое в жизни, которое является ярким, да, особенно если это происходит в сердце страны, да, когда к этому приковано много внимания, безусловно, это помогает девочке из региона, чтобы на тебя обратили внимание. До этого момента меня никто, в принципе, особо не знал, я никогда не была известной очень там в своей области. Я была известна в своем районе, знаешь, была гроза района, но не была известным человеком в области. А тут, когда тебя знают все, еще я попала в такое время, когда конкурсы красоты, они имели еще силу. Я буквально на днях, по-моему, отвечала на вопросы, очень люблю в Инстаграме отвечать на вопросы по воскресеньям. Я обожаю эту рубрику у тебя. Спасибо. Очень искренние ответы, это редкость, мне кажется. Мне очень нравится отвечать. Знаешь, я сама нахожу какие-то вопросы в своей, ответы в своей голове, и спрашивали про конкурс красоты, стоит идти или нет. Сегодня они уже не так актуальны, потому что, ну, соцсети и немножко другой у нас темп жизни, и соцсети дают возможность найти самого красивого человека, знаешь, в момент, и все становятся самыми красивыми, только благодаря какому-то фильтру или правильной позе. Я попала в конкурс красоты в очень правильное время, когда это было настоящей сказкой, когда люди смотрели, сидели у экрана, смотрели телевизор, смотрели конкурс Мисс Мира. Я помню, что там у меня мама, она спала в зале, зал называлось, да, комната, где телевизор. И тогда ночью был конкурс когда-то Мисс Вселенная, по-моему, и мы смотрели, но у меня на самом деле никогда не было мечты участвовать в этом, то есть я никогда не видела себя в роли модели, или я там пела с расческой дома, но так, чтобы быть какой-то красавицей. Но у нас это как-то не было почетно, не было мечтательно, вот именно вот в нашем районе. Но в принципе это была такая сказка недостижимая, и то есть конкурсы красоты действительно имели вес в то время. И когда это со мной случилось, но я все-таки жила, как я к этому в принципе пришла, да, человек, который, говорит, никогда не мечтал, когда я начала уже взрослеть, у меня начался переходный возраст, то я стала больше проводить именно в Иваново, я жила в области, и Иваново считалось всегда городом невест. И у нас был такой конкурс «Ивановская красавица», и город не такой большой, он примерно до миллиона был, мне кажется, и было так нужно, то есть ты выросла, если ты симпатичная, нормальная девчонка, то ты иди на конкурс, то есть это как такой процесс становления, да, одна из ступеней становления и взросления девушки. И я в принципе, как и все, меня подруга взяла в охапку, и я пошла, и как-то вот так все закрутилось, завертелось. Сегодня, оглядываясь, да, на это все, я могу сказать, что безусловно я не могу не принимать внимания, что в моей жизни были конкурсы красоты, и я не знаю, кем бы я была, если бы там не конкурсы красоты, да, если бы не какие-то события, люди, и все-все-все, что со мной происходило, возможности какие-то, если бы не конкурсы красоты, но бывает, конечно, обидно, безусловно, что люди говорят, если бы не конкурс, то ты бы была никем, я не считаю, что я бы была никем, потому что мне кажется, что в человеке, вот ты сегодня, да, делаешь, организовываешь подкасты, если бы не подкасты, было бы что-то другое, да, ты занимаешься украшениями, было бы еще третье, пятое, десятое, если человек, он активный, если, в принципе, в нем есть, я считаю, какая-то жилка такая, знаешь, предпринимательская, там, активиста какого-то, волонтерская, то человек в любом случае что-то будет делать, и я всегда делала, но просто жизнь повернулась, может быть, это дало мне, знаешь, ускорение, такой сильнейший рывок вперед, но я уверена, что я бы не была какой-то, извиняюсь, чмошницей, вот, в Ивановской области, потому что у меня все, в принципе, было неплохо, я шла по своему пути, я была активисткой, и я думаю, что все было бы в порядке, но жила бы я в Иваново, но это не худшая жизнь, жить в Иваново и быть, не знаю, заниматься молодежной политикой, заниматься чем-то еще, заниматься, ну, мне это было интересно, поэтому конкурсом я очень благодарна, но я считаю, что гордиться на сегодня, конечно, уже нечем, нужно идти вперед, и поэтому нужно создавать все время новые возможности, они должны порождать еще более новые возможности, то есть мы все время должны генерить себе новые шаги вперед, вот так бы я сказала, может быть, коряло, но конкурсом красоты, спасибо, что они были, вот, но они прошли, это было очень много лет назад, действительно, уже 11 лет назад, поэтому спасибо, до свидания, можно так сказать. Понятно, ну, они дали свой старт, и ты без них была бы не ты, наверное, сегодня, потому что я… Я была бы другой. Была бы другой, да, поэтому я считаю, что, как бы тут еще вот вопрос был в том, насколько ты считаешь, что внешность помогает тебе в бизнесе твоем, или, наоборот, какое-то препятствие создает, ну, то есть относительно мнения окружающих аудиторий? Ты знаешь, ну, моя все-таки сфера связана сегодня с бьюти, поэтому, что скрывать, да, что врать, ну, моя внешность, она мне помогает. Я занимаюсь салонами красоты, занимаюсь косметикой, и, безусловно, как бы ни говорили, как бы в мире сейчас не продвигалась идея, да, того, что… Боди-позитива. Да, боди-позитива, что мы должны быть лояльны, что, там, каких-то новых персонажей выводят в топ, да, в рекламных компаниях мировых брендов участвуют девушки очень нестандартной внешности. В любом случае, глядя на девушку нестандартной внешности, глядя на девушку модельной внешности, и если обе из них будут, там, рекламировать шампунь или тональный крем, мы выберем девушку с хорошей кожей и с модельной внешностью. И продажи будут лучше. И продажи, да, однозначно. Поэтому, безусловно, моя внешность, она мне помогает. Я, знаешь, иногда думаю, а что если… Вот иногда, конечно, бывают такие вот мысли, а вот что если завтра, знаешь, моя кожа не будет такой, как вчера, у меня очень многие страдают, например, каким-то проблемой. А что если, знаешь, я упаду, не знаю, какая-то вот людей, вот просто стучается, стекло упало, всё, что на себе, вот всё, что там, не дай бог, вот что будет, если интересно, будут ли люди, у меня бывают такие мысли, будут ли люди меня слушать так, как они меня слушают сегодня. Такие мысли бывают, но стараюсь, конечно, на этом не зацикливаться, но, конечно, я зарабатываю за счёт своей внешности. Но когда я поняла, что мне этого недостаточно, за счёт внешности ты можешь продать, знаешь, пять, десять, пятнадцать баночек. Тысячу боксов. Да, ну тысячу боксов. А для всего остального уже нужно подумать. Уже нужно потанцевать, знаешь, уже нужно попрыгать. Поэтому немножко по-другому уже это работает. Но, безусловно, на какую-то определённую аудиторию это работает. И это помогло мне в самом начале. Классно. Но вернёмся опять в начало. Вот ты училась в Ивановской текстильной академии на дизайне помещений и на экономическом факультете. Всё правильно? Да. Дизайн и культурный сервис называется. Дизайн и культурный сервис. Но вот даже звучит это как-то далеко от бьюти. Скажи, пожалуйста, насколько твоё образование тебе помогло в становлении своей предпринимательской карьеры? Или ты считаешь, что важность образования в вопросе построения бизнеса переоценена? Знаешь, я сегодня только думала утром. Я увидела, что вышло одно интервью про то, как живёт глубинка. И я сегодня думала и поняла то, что я не так давно сделала одну ошибку. И что нельзя мне так делать, что всё-таки слово должно иметь какое-то, тем более, когда ты человек, у тебя есть какая-то аудитория. И когда я эту аудиторию всё равно, знаешь, стараюсь всё больше и больше привязывать к себе. И, соответственно, они начинают ко мне прислушиваться. Для кого-то ты становишься даже, знаешь, там, иконой. Всё равно есть люди, знаешь, это как шутка, мои фанаты, а кто сказал тебе, что мы твои фанаты. Но действительно есть люди, которые прислушиваются, которые следят и которые считают, там, не знаю, как пример, да, меня, может быть, считают. Я думаю, у тебя есть такие люди, которые, особенно, знаешь, выбирают, там, чуть похож по характеру, чуть похож по судьбой, чуть похож по внешности. И всё. И ты становишься мирилом неким для этих людей. И не так давно я говорила о том, что меня спрашивали про образование. Я всегда отшучивалась, потому что в моём случае образование, наверное, не сыграло такой большой роли. Как я говорю, я в школу ходила, знаешь, от дождя скрываться под козырьком. У меня всегда получалось, мне очень легко всё давалось. Мне для того, чтобы сдать какой-то экзамен, мне не нужно было сидеть и зубрить. Мне даже иногда не нужно было половину учебника прочитать. Я всегда умела договариваться, я всегда умела, знаешь, очень лояльно. У меня в моём как раз-таки университете, в академии, в Иваново, мой ректор говорил, что в этом заведении два адекватных человека, я и он. Ты понимаешь, да, что у меня всегда, у меня не было проблем с коммуникацией. И, конечно, для меня сидеть и тратить по пять часов, зубрить что-то, но, конечно, для меня это было лишним. Я за это время успевала, знаешь, пожить, объездить, всё там сделать, 153 дела. И я транслировала. Потом у меня была мечта учиться в МГУ. Спустя 5-7 лет я поступила в МГУ на журфак. Потом я поняла, то ли они плохие, то ли я плохая. А я оттуда ушла тоже. То есть, по факту, в моей жизни не было такого, чтобы я добросовестно, качественно отучилась где-то. То есть, у меня всегда был такой фофан, а смогу, не смогу. Я видела, что я могу, что я могу договориться. Но я понимала, что зачем мне это в осознанном возрасте учиться в МГУ, просто получить этот диплом. Но если я просто не трачу на это время. И я всем, знаешь, транслировала как-то. И я считаю, что это дурочка, что это транслирую. Транслировала. Что, в принципе, образование, ну и действительно, у многих людей оно не играет роль. Многие троечники становятся успешными людьми. То есть, те там, кого выгнали из школы в восьмом классе, стали миллиардерами, стали олигархами. И я тоже, знаешь, придерживалась такой позиции, что, в принципе, не обязательно хорошо учиться, что всё зависит только от тебя, что это вообще всё не важно. И я так подшучивала тоже в соцсетях, как-то знакомым. И, знаешь, вот сегодня у меня, мне кажется, вот это было вот несколько дней назад, но сегодня вот прямо вот у меня так, знаешь, прозрение в душе произошло. Я думаю, какая же я вот дурочка, что я так говорю, потому что в Москве, конечно, это классно, когда ты, там, у тебя есть возможности, знаешь, купить-продать. Там, пошёл, поехал, знаешь, на Дубровку что-то купил, потом что-то перепродал, поехал, там, в Люблино что-то, ну, понимаешь, да? В Москве таких возможностей вообще тысяча. Москва резиновая в плане покупательской способности. А вот если поехать чуть подальше, и если отмотать назад, как я жила там, я жила в Ивановской области, в Кохме, да, это там маленький район, маленький городской округ. Как живут и Кохмы, это не худший, на самом деле, знаешь, городочек в России. И вот я сегодня смотрела, там, это интервью у фотографа, и, знаешь, я вспомнила, как действительно живёт область, и я ездила в каких-то маленьких районах бывала. Ну, то есть я видела эту жизнь, мы никогда не будем живать, но я видела, как люди действительно живут, когда, там, на пять тысяч рублей, на десять тысяч рублей. И на самом деле без образования, вот ты хоть тресни, хоть ты будешь уметь петь, танцевать, там, всё что угодно. Но в какой-то деревушке от того, что ты просто шут, да, там, или от того, что ты просто активный, ты мало кем станешь без хорошего образования. И там как раз была история про то, что, там, медик приехал работать, а там фотограф показывает, что медик, там, откуда-то, там, из Ингушетии приехал, и его, там, как короля встречают, знаешь, царя, там, в каком-то городе. И что молодёжь не хочет ехать. На самом деле проблема в том, что нет образованных людей, что изначально люди обрекают себя тем, что они не заставляют своих детей учиться, да. Когда дети вырастают, ну, в хороших людей, там, или в алкашей, или, там, просто, знаешь, в каких-то дворников, и отсюда всё идёт. Люди сами себя обрекают с детства, не обучаясь, но этому, к сожалению, ты не можешь это понять в первом классе или в девятом классе, что ты, знаешь, станешь никем. Тебе кажется, ну, и там, и ладно. Поэтому я считаю, что образование, оно всё-таки важно, оно тебе даёт возможность из любой дыры, да, из любой, там, забытой богом глубинки, оно тебе даёт хоть маленький шанс как-то стать кем-то большим, чем быть просто, знаешь, представителем, не знаю, знаешь, вот, иногда вот так вот, стран третьего мира. Что мы сами создаём Россию, мы сами из России делаем страну третьего мира тем, что не учимся никак, знаешь, вроде 21 век, на самом деле, а когда смотришь, как живёт, вот, все, я так немножко, мне кажется, занудно ухожу вот в эти темы, знаешь, я стала просто больше задумываться о том, мне грустно смотреть на то, что в 21 веке мы как-то немного живём, как, знаешь, в 18 веке. Ну да, согласна с тобой. В общем, давай, подытожим эту тему, скажем нашим слушателям, что образование, это важно, по мнению Ксюши Шипиловой. То есть, учитесь, учитесь, пожалуйста, ребята, потому что, на самом деле, это действительно важно, и даже если в 16-17 лет ты уже там рубишь какие-нибудь бабки в ТикТоке, это не означает, что образование потом тебе не пригодится, потому что ТикТок может быть не вечная история. Хотя бы в школе учитесь хорошо. Да, в школе так точно вообще. Ну вот, мы уже достаточно долго разговариваем, но на самом деле мы только разгоняемся с тобой, потому что дальше у меня самый старт твоей карьеры. Вот ты финалистка Мисс Мира, о чём ты мечтаешь, какие ты планы строишь, что у тебя в голове вообще на тот момент, и как вот в этом всём красоте зародилась идея того, что надо делать бизнес? Ты знаешь, когда я стала финалисткой конкурса Мисс Мира, у меня не было там какого-то резко нового плана по завоеванию мира, так как я говорила, что со мной это всё случилось очень спонтанно, я об этом не мечтала, то есть это всё произошло за год. Знаешь, я считаю, что не верю в судьбу, но всё-таки кто-то свыше мне дал этот шанс, эту возможность, потому что я вообще не должна была ни оказаться на Мисс Мира, там, вообще ничего не предвещало, то, что я там окажусь. И поэтому меня сильно это как-то, то есть, мне кажется, мне это догнало, только, знаешь, вот сейчас, наверное, иногда я думаю, ничего себе, прикольно, то есть, там, кто-то вот Мисс Мира, и я тоже там была, оказывается. Я даже не помню, знаешь, когда неосознанно это, я даже не помню, что там было. И когда я вернулась к конкурсу, я, в принципе, то есть, я занимала, я продолжала заниматься, чем занимаюсь. Я говорила о том, что я всегда была активная, занималась там, молодёжной политикой, занималась общественной работой. Просто, знаешь, это как, это расширило возможности, это расширило знакомство, расширило возможности развития. И я, спустя какое-то время, я поняла, что, в принципе, что я спокойно могу быть в Москве, что мне не нужно обязательно быть в Иваново для этого, да, что в Иваново меньше возможностей, а что в Москве просто у меня больше возможностей развернуться. И так получилось, что мне предложили, знаешь, у меня действительно появились очень качественные знакомства, и мне предложили хорошую, я не приехала в Москву, знаешь, в поисках чуда. Я всегда была достаточно таким, я была материалистом, и знаешь, и у меня вот всё всегда по полочкам. То есть, я человек, который никогда не поедет в никуда, который вот будет жить мечтой, а вось там когда-то что-то там нарисуется. Поэтому в Москву за мечтой я не приехала. Мне предложили работу, и знаешь, только когда я была уверена уже, что у меня будет работа, я поехала, начала искать, снимать квартиру, и приехала в Москву уже, соответственно, у меня была работа, и я как бы начала работать. Вот, и это не было связано с бьюти, я занималась общественной работой, я была волонтёром также, я потом работала в Единой России, в исполку, у меня очень много знаком, я так рада, у меня очень много друзей осталось спустя как бы вот эти вот долгие годы, получается. Сегодня мои друзья, там 30-летние ребята, они руководители, они занимают какие-то, знаешь, должности серьёзные, ну прям такие на высоком-высоком уровне прям. Кто-то, знаешь, там депутаты Госдумы стали, кто-то там, не знаю, прям такие лидирующие позиции в той же самой Единой России, кто-то в администрации президента. Ну прям, я очень рада, что у меня, знаешь, столько друзей у власти. Что кто-то из моих знакомых, возможно, президентом станет в будущем, это было бы круто. Я всё время говорю, давайте, давайте, ребят, я хочу это, чтобы у меня президент был знакомый. Вот, и к бьюти я так получилась, что я пришла, просто у меня мама всю жизнь занималась торговлей, у меня мама сама медик по образованию, знаешь, когда жизнь подталкивает, тогда ты очень быстро, вот есть такие люди сильные, которые очень быстро ориентируются в моменте и становятся коммерсантами. Вот, у меня мама, я её очень уважаю и люблю, и прям я её респектую, она, правда, сейчас, знаешь, расслабилась, сейчас я, по-моему, её мама. Ну, и я, видимо, мне кажется, что у меня вот как-то в голове просто отложилось с детства, что мама вот всегда была на движухе, мама всегда какой-то занималась торговлей, что-то ещё, в Эйвен работала, у неё была там группа, там, человек, там, 200, по-моему, представителей. И я стала понимать, что мне тоже как бы хочется заниматься чем-то, вот именно, знаешь, что-то продавать, что-то делать, в общем, такая предпринимательская жилка у меня с детства была. То есть мама ролевая модель вообще. Да, да, и я поняла, что вот сегодня я понимаю, что я точно моя мама, знаешь, вот абсолютно ровно, я иногда даже думаю, блин, вот я не хочу быть мамой, а вот, знаешь, стала мамой, на самом деле, это очень классно, что я стала своей мамой, очень, ну, то есть такая, я боевая достаточно, я никогда не падаю духом, ну, практически никогда. Ну, и, в общем, так получилось, что просто у меня был мастер по наращиванию ресниц, я к ней ходила долгое время, и меня подруга слушала. Которая тебе делала. Которая делала мне ресницы, и я своим подругам всем рекомендовала, потому что она делала реально хорошо. И так, я не знаю, с какого момента так сложилась, но подруги мне доверяли, они знали, что я плохого, ну, как-то, что у меня в этом хороший вкус. И потом, спустя какое-то время, я понимала, что эта девочка, она идеальный мастер, что она просто, ну, она очень хорошо делала, но что она это делает в какой-то, вот, знаешь, она делала как-то на крыше, мне кажется, под крышей, вот, в общем. То есть на чердаке, грубо говоря. Не то место для этого профессионала. Да, не то место, да, и что это нужно как-то развивать. И я ей говорю, просто в моменте, я говорю, слушай, а может быть мы как-то какую-то студию откроем, может мы какие-то, я говорю, как-то расширимся, возьмем еще несколько таких мастеров, как ты. Я говорю, потому что предыдущему мастеру я ходила, мне на кухне, да, на кухонном столе, мне наращивала ресницы. Я говорю, объединим и сделаем просто из этого студию. Ну, соответственно, она, она говорит, да, давай. Мы там думали, знаешь, полгода, там, год искали, там, что-то. И просто, вы знаешь, потихонечку сняли. Я тебя, кстати, по-моему, приглашала, мне кажется, что ты даже была на открытии лэшбара, когда у нас были шторки, были четыре кушетки. Блин, меня не было, но я помню этот момент твоей карьеры. Я помню, что украшения тогда еще вот были, да, другой бренд. Да-да-да, меховишки, да, меховушки, да, я помню. Ну, точно приглашали, но вы не пришли. Приглашали, приглашали, да, я не пришла, я просто ресницы не делала тогда. Ксюш, а я правильно понимаю, что это было что-то маленькое совсем? Да. То есть это даже без своего собственного входа было. Расскажи, как вообще это выглядело, лэшбар? А лэшбар, ну, когда мы пришли к этой идее, мы начали думать, как называть, в общем, начали там что-то искать, искать. Это самое примитивное, самое глупое название, которое можно было придумать, мы придумали. Вот, и долго-долго-долго его придумали и придумали. И, конечно, первая проблема, с которой мы столкнулись, это было как раз помещение, потому что я-то думала, что все как бы подешевле, все гораздо получше с этой ситуацией. Но оказалось, что все достаточно дорого, и мы еще тогда не имели представления, сколько стоит ремонт, мы хотели отдельное помещение. Потом в моменте меня уже осенило, ну, на тот момент это не была история, знаешь, что я занималась там, вот работала там общественником, а потом резко стала, ушла в бизнес. До этого, знаешь, была куча каких-то проектов, в которых я участвовала. У меня сестра там занималась своим делом, я ей помогала, она мне тоже украшением занимается очень давно, там, знаешь, ну, она вот как умеет, так и занимается. Я ей всегда помогала, знаешь, в этом, то есть, и я увидела, что мы как бы продажи, в принципе, то есть, мы их развили до хорошего уровня достаточно, ну, то есть, прям неплохо, хорошо зарабатывали для Москвы. Ну, то есть, было очень много между вот этим всем, то есть, я не пришла, знаешь, там, зелененькой, то есть, я не понимала там с помещением, да, но в продажах я уже что-то, какое-то представление имела, да. И у меня был на тот момент салон, который хотел со мной сотрудничать, то есть, я предполагаю, что на тот момент у меня уже был, я так, знаешь, не помню просто, я просто очень многое происходит в жизни, я не все запоминаю. И у меня на тот момент, мне кажется, что был уже такой развит неплохо инстаграм мой, и мне предложил один салон в центре Москвы, они предложили, чтобы я занималась их как раз-таки рекламой, развитием. И я пришла, там, знаешь, там такой огромный салон 500 квадратных метров, у них перекати поле, и я такая думаю, блин, ну, как-то, как-то не очень, они там, может быть, что-то придумаем, может, что-то классное сделаем, и я как-то не стала вообще в это вникать, заниматься, и тут потом у меня своя идея, и у меня просто мысль в голове, бам, просто, знаешь, приходит, что надо в этот салон прийти и просто предложить им снять у них, потому что у них пустую, снять у них часть помещения, просто мы пришли, мы за месяц с ними договорились, нам не пришлось не делать вообще ремонт, то есть, знаешь, мы, может, на самом деле, слава богу, что так и произошло, потому что если бы я построила с нуля салон, на который, в принципе, у меня не было, знаешь, на тот момент не было возможности делать, я думаю, что у меня бы не пошло, ну, просто потому что я вообще не понимала экономику, я понимала только, сколько стоит вот работа мастера, сколько себестоимость, то есть материалы на вот эту услугу, сколько мы заработаем из этого там, Ну и плюс там администратору сколько заплатим Если бы мы столкнулись с тем, что мы вложили в это деньги аренду Я думаю, что это бы вообще не пошло Поэтому слава богу, что вот сложилось так, что был этот салон, что было это помещение И что у нас была возможность, нас получается полностью обслуживал этот салон Мы платили им за аренду просто Мы высчитали, какую нам комфортно, мы с ними договорились И мы платили им процент с оборотом Это было как бы не очень здорово, потому что процент с оборотом Это такая весомая достаточно часть И мы платили с визажа им, да, от работы визажистов, по-моему, то ли 15, то ли 20 процентов И так сложилось, что с первого дня, вы знаешь, мы открылись И какая-то вообще, пошла жаришка И знаешь, происходило все так, что у нас с первого дня были У нас не было ни одного дня, когда не было людей И мы думали, боже, где брать людей, боже, там, что делать У нас сразу поперло Ну тогда еще услуга была, мне кажется, не очень развита Она была не развита именно на том То есть идея была в том, что на хорошем уровне Идея была в том, чтобы предлагать эту услугу Красиво В формате, да, премиум-класса я хотела Конечно, шторки мои нельзя было назвать премиум-классом Но на тот момент даже такого не было в студиях Реально все, знаешь, все были надомниками И все вот как-то прятались по каким-то углам И вот принимали вот так вот И мне кажется, что мы сыграли немалую роль, чтобы создать культуру На тот момент я помню как раз Вероника Она тогда была еще Федорченко Она тогда открыла Броуап И она, я считаю, создала и вот именно задала тренд Она создала культуру бровей в России Я считаю, что это однозначно Вероника Однозначно, да А мы, я считаю, что ресницы Да, мы были, ну, может быть, если не, я не знаю, кто был первей Но может быть, ну, точно одними из первых Кто вот это вот все поставил на новый уровень После этого даже дорогие салоны красоты В которых, знаешь, ресницы наращивают мастера по маникюру Они себе сделали отдельные кабинеты В которых они наращивали ресницы То есть мы поняли то, что мы создали, действительно задали тренд Вот, то есть вот так А у тебя был партнер на тот момент? Была партнером как раз девочка-мастер Которую я пригласила Я говорю, давай, ты будешь заниматься управлением Это была моя самая большая ошибка Я все время, знаешь, мне все время хочется кому-то что-то отдать Вот у меня, я когда начинаю с ними работать Вообще это хорошее качество делегирования, мне кажется Нет, это не делегирование, а отдать часть Вот, знаешь, вот у меня есть вот на тебе половину Вот на тебе Я все время, знаешь, по своей какой-то То есть то ли у меня Доверчивость То ли довер, то ли доброта То ли что-то, знаешь, я все время, вот я компанейская Мне нравится работать в команде Мне нравится, чтобы каждый чувствовал, что вот он особенный Я все время так, давай, ты будешь заниматься Потом я тебе там отдам проценты Потом я тебе там дам долю Я все, знаешь, когда это было вот мелко Я всем что-то нараздавала А когда это стало расти Когда начали, ну, расти, во-первых, вложения Расти какие-то там косты Все, все, все И обязательства расти Я поняла, что я людям уже плачу, там, знаешь Космические деньги Космические деньги А эти люди не делают Ну, я, представляешь, я предложила мастеру по наращиванию ресниц Заниматься управлением Как бы, ты понимаешь, да? Я понимаю Но я, она профессионал в своем деле И, безусловно, без нее я бы не смогла начать Ну, потому что мне нечего было бы продавать Ну, наверное, ну, что-то другое бы делала Но она действительно профессионал Она помогла найти людей, которых она обучала, да? Но по тому, как она это делает Как она общаться и управлять Это точно было не ее И потом я уже поняла То, что, знаешь Я вкладывала на то время Я, знаешь, я все время вкладывала свои деньги Я вкладывала, 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 вкладывала И, то есть, я понимала В какой-то момент я поняла То, что, ну, я отдаю там, знаешь, вот всю себя Вот прям вот всю себя Безусловно, она тоже отдавала всю себя Но есть, как бы, неравнозначный вклад Знаешь, когда у нас То есть мы договорились быть Что вот человек занимается управлением И занимается обучением, например, мастеров И когда у него не получается заниматься управлением То есть нам нужен уже человек Который будет заниматься этим управлением Потому что я занималась вот всей рекламой Вот всем развитием Всем занималась я И я говорила о том, что нужно, чтобы она это делала И когда она начала с этим не справляться Соответственно, нужен новый человек Это дополнительные затраты Эти затраты несу я И тогда спустя какое-то время я уже поняла И я вышла с разговором, что давай как-то обсудим Нужно как-то пересмотреть доли Потому что ты делаешь не все И тогда у нас начались проблемы Конфликты Ну и в общем стандартная история Мы разошлись Я почему-то всегда ставлю Вот еще пунктик у меня такой есть Я всегда, чтобы человеку показать Что я ему доверяю Я всегда предлагаю ему стать генеральным директором Что точно ты понимал, что у нас все серьезно Ну и потом эта девочка Вроде простая, мастер по ресницам Я говорю, ну давай как-то решать вопрос Она считает, что я ее хочу кинуть И в один день она берет и блокирует Расчетный счет, на котором там лежат деньги Да И она блокирует и говорит Я с тобой не увижусь И у меня в тот момент начались панические атаки Я помню тот год Это вообще были И ты знаешь, что-то я не справлялась со стрессом И она там с каким-то еще там мужчиной Начала там общаться И она помню меня вызывает на встречу Говорит там какой-то там милиционер Она меня вызывает на стрелку Знаешь, в какую-то кальянную В какой-то это В какой-то отдельный кабинет Я говорю, слушай, я не пойду там никуда На самом деле, знаешь Какой суровый ее ресничек Ее я точно не боялась Ну как бы у меня всегда были люди Которым я могла сказать, знаешь И вопрос бы просто как бы закрылся на раз-два Но я как-то свои рабочие вопросы всегда решала сама Ну то есть И я помню, вот я прихожу Я говорю, слушай, я не пойду с тобой Там из этой Я говорю, выходи Говорю, кто это вообще человек Я говорю, выходи с тобой нормально Я говорю, слушай Я не буду там с тобой разбираться Там или что-то еще Говорю, ну нам с тобой плохо работать Поэтому давай, говорю, то, что есть Сейчас вот на расчетном счету Мы с тобой просто делим Как бы, пожалуйста, забирай Хотя, знаешь, это не была чистая прибыль Мы просто не забирали деньги Это были оборотные средства Я говорю, мы просто сейчас делим с тобой пополам Это все, и мы с тобой расходимся В итоге мы разошлись Ну, конечно, все эти годы Она всем рассказывает там на своем чердаке Что, как бы, что я, знаешь Она построила бизнес Да, что я ее кинула Что я ничего не... Вообще, люди, которые со мной работают Они любят говорить, что я ничего не умею делать Что я умею только, знаешь, там с мужчинами общаться Значит, что мне все делают Что я вот это... Что я глупая, тупая А они вот моя, как раз-таки, голова и мои руки Ну, я с этим смирилась, знаешь Ну, как бы, пусть Я уже сегодня, как бы, панических атак Из-за этого у меня точно не случится Поэтому я, как бы, достаточно спокойна Слушай, ну, отлично Значит, главу лажбара закрываем Да Вы разошлись, выручку поделили пополам Да Просто дальше у тебя есть эта половина выручки И, насколько я понимаю, киплукинг появляется достаточно быстро Следом сразу за этим проектом На самом деле, уже тогда было понимание, что нужно расширяться Потому что была такая история, что мы в этот салон привели столько людей Знаешь, это как сказка Они хотели идти за тобой, наверное, конечно Да, ты знаешь, у меня даже, я сейчас говорю, у меня мурашки Это случилось как сказка В которой, вот, был пустой салон Пришли мы И через три месяца салон полный Знаешь, в салоне столько людей Все люди, которые приходили к нам Вот, вот, честно, вот прям мурашки Люди приходили туда, и он прям просто жил И какая история случается В этом салоне мне начинает, мне начинает прессовать Управляющий, говорит, Ксюша, к вам не могут записаться Я говорю, ну, я очень рада А мы работали через одну базу То есть их администраторы нас обслуживали Она говорит, нет, Ксюша, это проблема Потому что мы отказываем Я не могу отказывать людям Поэтому если ты не будешь добавлять мастеров То мастеров буду добавлять я И зарабатывать на них буду я И какая у нас происходит ситуация Что, во-первых, под Новый год мы заняли все их кабинеты Мы занимали их массажные кабинеты Косметологические В общем, мы там Даже, мне кажется, в педикюрных Мы везде наращивали ресницы А потом У меня не было столько мастеров Чтобы, знаешь, чтобы занимать Вот все-все-все время И что они начинают делать? Они начинают брать своих мастеров И под звонками лэшбара Что это люди записывают Они начинают принимать людей И я понимаю, что моя аудитория Наши гости Они готовы, что они приходят на все услуги На маникюр, на педикюр На волосы, косметологу Вот, ну, в общем, на все процедуры То есть ты делаешь чек салону Которого ты просто арендуешь Конечно То есть мы делаем Мы создаем им полную запись абсолютно И я понимаю то, что Мне пора уже самой Бессмысленно И у меня уже есть мастера Которые У меня есть стилист По волосам С которым я уже 7 лет Я его клиентка И я знаю, что он пойдет Не потому что я его эгитировала Потому что он Он видит, как я Ну, мне кажется, люди, которые со мной давно знакомы И мне не нужно им что-то говорить Они всегда, знаешь Они всегда за Они видят, что Ну, как бы я такого плохого не делаю Что я человек достаточно ответственный Что со мной точно плохо не будет Вот, многие говорят, что со мной всегда все будет хорошо Вот, поэтому, знаешь, я в этом плане Больше за других буду беспокоиться Я знаю, что я-то точно выкоррупкуюсь Из любой ситуации И, то есть, людей рядом с собой Я точно в обиде и в беде не оставлю И поэтому у меня как-то было понимание То, что я уже там Мастера по маникюру Мне уже умоляли Мастера, которые работают там Пожалуйста, уходите Мы с вами уйдем Пожалуйста И у меня уже есть люди Знаешь, у меня есть Такое Очень Можно сказать Господи Успешный проект Который Он реально, знаешь Вот просто живет Мы просто переполнены Мы просто разрываемся От наплыва людей И я понимаю, что мне нужно открывать салон И мы просто начинаем Но мы на самом деле Немаленькую им сумму платили Мы за вот наши четыре вот там кушетки Мы плачем 400 тысяч в месяц А где он находился? Трубная легенда цветного А, трубная И мы занимали там всего квадратов 40 И мы за вот этот вот островочек Мы платили 400 тысяч Это было пять лет назад Это очень большие деньги Очень много, да И плюс 20% с оборота И мы начинаем искать помещение Да, это очень большие деньги Мы начинаем искать помещение И тут мы понимаем то, что У меня еще были две девочки Которые со мной работают Которых я привлекла работать И мы начинаем искать И одна девочка говорит Слушай, у нас помещение На Петровском Через дорогу На Петровском бульваре Где Сбербанк Она говорит Там помещение 160 квадратных метров За 400 тысяч А я такая Чего? Она говорит Там банк съехал Я говорю Надо смотреть И мы понимаем то, что это помещение В том же районе Для нас было очень важно Чтобы мы не потеряли Да Именно эту локацию И мы находим И просто мы понимаем Что надо делать Мы там приглашаем дизайнера Там знаешь Ну вот было все по знакомству Я конечно Ну понимаю сегодня Что по знакомству Я вообще не работаю Потому что это ужас Ужас, кошмар Ну конечно Ну то есть Я потратила Знаешь В то время я потратила На салон там В три раза меньше Например Чем потратили бы другие Ну то есть Чем потратила бы там На полноценный Такой классный салон У меня не было как бы денег У меня не было возможности Там шиковать очень сильно И поэтому Мы как бы делали Из того, что было Конечно После этого я три раза Переделала ремонт У меня там пять потопов Было в этом салоне Ну то есть Сделали коряво Но сделали как сделали Мы искали мебель Ездили Там какие-то есть места В общем Какие-то склады Где Бэушная мебель Например Там салон закрылся Сдали мебель Мы там перетягивали Какую-то мебель Что это еще Безусловно На это требовался бюджет Но как бы У меня был бюджет Он был небольшой Он был еще Слэшбара Или это какие-то Собственные Нет У меня был бюджет И слэшбара И у меня были Привлеченные средства Но это была Не такая большая сумма На тот момент Знаешь Это было там Ну типа Это был на Салон Красоты 160 квадратных метров Это было У меня там 7 миллионов рублей Это в общем Нет У меня было вообще 4 миллиона рублей Потом я поняла Что нужно Еще чуть-чуть Что нужно еще чуть-чуть И знаешь Вот тут мне вообще Никто Мне все говорят Ты врушка Ты это У меня мама На тот момент Она продала квартиру В Иваново Продавала Мы переехали в Иваново Уже там Несколько лет И мама продала квартиру В Кохме Получается И там я помню Эта квартира стоила Ну там Типа там знаешь Там сколько-то миллионов рублей И мне не хватало Там 3 миллиона рублей Я говорю Мам Слушай Дай пожалуйста Мне Как бы в долг И после этого Я видимо и стала Мамой у своей мамы И моя мама Отдала мне деньги Которые там Она должна была Что-то в ремонт Куда-то там вложить Она мне дала Эти там 3 миллиона рублей Я не помню Там то ли 2,5 То ли 3 миллиона рублей Знаешь Мне кажется Это лучшее вложение Мама В общем выступила Нет Она мне помогла Просто часть денег Которая мне Ну у меня не было У меня был Вот такой ограниченный бюджет И все Потом в итоге Мой салон мне обошелся Со всеми перестройками Мне обошелся там В 12 миллионов рублей Понимаешь Это ну как бы уже Немножко другая история Мы там довкладывали Ну то есть Мы на протяжении многих лет Как бы 5 лет работает Этот салон 4 года работает этот салон А мы довкладывали Но тогда был Ну было вот так И как бы мы справились Мы знаешь Мы там Мы в день когда открывались Мы поняли Что у нас Мы не купили Мусорки Блин Ведро для мусора Мы с сестрой Ездили там Да я помню Как бы в Икею Ездили вот эти все Ну как бы вот эти вот На самом деле 5 лет Мы занимаемся тем Что мы все делаем вручную И знаешь Когда говорят зачастую Что там Нифига они не делают Ну на самом деле Раньше я могла бы Я считала что ты очень много делаешь Просто Может быть люди об этом Мне кажется Не знают Те кто может в этом усомниться Потому что мне кажется Работа ведется колоссально Ну Я уверена что знаешь Я Самый наверное большой навык Который я приобрела Я понимаю что я с нуля Могу построить Вот если завтра Не будет салонов Вот случится что-то Наводнение случилось Вот я сегодня умею уже Сегодня и завтра Я могу построить с нуля Я понимаю что я никогда Не останусь без работы И знаешь Это на самом деле Такое ощущение Когда ты перестаешь бояться Мне кажется что У тебя на самом деле Тоже есть такое Мне кажется что Ты достаточно давно Занимаешься там Например украшениями И вот представь То есть завтра У тебя нету Твоего там бренда Ты послезавтра Пойдешь И нормально Ты сделаешь что-нибудь другое Ты знаешь Знаешь как это делать с нуля И это такое классное качество Знаешь умение Которое мы приобретаем Вот когда Сами разбираемся Поэтому мне не страшно Знаешь если бы Если бы я была просто там Там знаешь Такой Пофигистка И просто приходило бы Там что-то Как мне говорят Она просто приходит Это вообще не ее салоны Мне говорят Там есть вообще люди Это не ее салоны А она приходит туда чисто Что меня там промоутером В эти салоны Значит я Нанятый сотрудник Привлеченный Если бы было так Наверное я бы боялась Я бы наверное Как-то по-другому А у меня есть ощущение Что ну если не киплокинг Будет что-то другое Если не что-то другое Будет что-то третье Ксюша у тебя есть партнеры В киплокинге? Нет Это получается ты И твоя сестра тебе помогает Да Ну у меня знаешь Как у нас Я считаю Что все мое Все моей семьи Вот У меня нету Другого представления То есть поэтому Как бы Все мое ее То есть если не я То если я уеду В какую-то страну жить Не знаю Что-то мне упадет на голову Я решу Переклинеть Что я захочу уехать жить Там в Иваново Обратно То Ну у нас нет такого Знаешь У нас весь бюджет У нас общий У нас все как-то У нас вещи общий Мама так как-то воспитала Поэтому У нас нету деления У нас нету Знаешь Более того Там Цветалина никогда То есть ее нету Там вдоль Она оформлена Правда оформлен По-моему на нее Оформлен салон Петровского бульвара Ну У нас вообще нету Знаешь То есть нет никаких Вот разграничений Абсолютно У вас такое воспитание Ну это классно конечно Ну Так нет У меня нет Внутри семьи Это Конечно Все эти формальности Мне кажется Они очень бьют По Многим Психологически Просто Классно Когда просто Вы вот Договорились Изначально И так и есть Да мы даже не договаривались Не договаривались Даже просто Это все семейное Это все Общее Да Это очень классно Я хочу вот поговорить Про Киплокинг Как ты вообще поняла Как У тебя должно быть В салоне У тебя был какой-то Срез Или внутреннее Понимание Какое-то Интуитивное Как ты хочешь Чтобы С твоими гостями В салоне Обращаться Потому что Я у тебя была в салонах Мне кажется Это одни из самых Гостеприимных салонов Которые Ну можно выделить Спасибо Потому что Очень такое Деликатное И мягкое отношение К Не знаю Клиент Гость Как вы говорите В общем Расскажи Как ты Вот Строила этот Скрипт Посещения салона На чем он Основывался Ты знаешь Мне кажется Что у меня Неплохо Работает Вот именно Визуал То есть Я вот Вот так вот Мне скажи Что надо сделать Чтобы стало уютно В комнате Я не скажу Но Если я увижу Что красиво Я запомню И Я захочу Я потом Вспомню это И я перенесу Эту картинку С собой Вот у меня Как-то так Происходило Что я в жизни Запоминала Вот знаешь Я например В какой-то Не знаю В каком-то месте Была Я Мне очень нравился Раньше салон Белый сад Я считаю Он очень красивый И его формат К сожалению Он очень дорогой И не могут Многие там Побывать Но я считаю Что он такой Он уникальный Ну в нем хочется Он как дом Настоящий Знаешь Он дом красоты Он даже не салон Он что-то больше Но у меня всегда Было понимание Что это очень дорого И что я хочу Чтобы это было Доступней И я как человек Из региона Мне всегда хотелось Чтобы все Что красиво Чтобы оно было У меня И у людей Которые Не могут Это позволить Чтобы Люкс Стал более доступным Премиум стал Потому что Почему-то Знаешь Только В гостиницах 5 4 seasons Да Супер классно Супер красиво А приезжаешь В четвертый Да В четверочку В какой-нибудь И тебе уже Там лишний раз Тапочки не положат И Моя как раз Основная идея Наверное Была в том Чтобы На уровне Точнее За Деньги Бизнес-класса Да Наверное И в возможностях Бизнес-класса Дать людям Возможности Точнее Дать людям Уровень Премиум-класса Вот так вот То есть А считается Что Извини, пожалуйста Что тебя перебила Считается Что киплокинг Это бизнес Нет Уже нет Уже нет Мне кажется Но когда мы начинали Мы начинали Все-таки С таких Не очень высоких цен И Ты знаешь Дело даже не только в ценах Мы очень много делаем То есть Я понимаю Что В плане экономики Мы все равно Постоянно Что-то добавляем 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 Какие-то бонусы Программы лояльности И мы не можем Сегодня быть Дешевле Чем мы есть сейчас И то есть Мы наоборот Вынуждены Там повышать Периодически цены То есть Здесь Мы уже стали Заложниками своего бренда И я не могу Сделать его ниже Или хуже Просто потому Что будет тогда Как бы Будет Проще И тогда люди Которые привыкли Уже Мы их будем терять Но В этих условиях Я понимала То что Я хочу Чтобы девушки Студентки Чтобы девушки У которых Разрабатывают До 100 тысяч Рублей В Москве Меня сейчас Приклянут Все города Чтобы у них Была возможность Но ты понимаешь Что на самом деле На 100 тысяч рублей Ты не можешь Каждую неделю Ходить по 10 тысяч рублей Тратить 40 тысяч В месяц Оставлять в салоне В салоне С зарплатой 100 тысяч рублей И Мы хотели Чтобы у девушек Вот у таких Которых нет возможности Тратить Например Там Постоянно Деньги Чтобы мы Их Все-таки Тоже Чтобы мотивировали И чтобы мы Их тоже Не упускали Поэтому у нас Постоянно Особенно раньше Когда я занималась Я была очень сильно Вовлечена в салоны Ты не представляешь Я даже Сколько я Дарю процедур И дарила Постоянно У нас есть Во-первых Часы для студентов Сейчас я не знаю Кстати Надо уточнить Есть сейчас они У нас там Часы для студентов У нас там Например Бесплатные Я там в неделю Могла Там знаешь Там по 20-30 человек Приглашать Бесплатно На брови Просто там Какие-то конкурсы делать Мы постоянно Что-то придумывали И на самом деле Для этих людей Представь Что ты студентка Второго курса У тебя нет возможности Но ты мечтаешь Все крутые телочки Чики ходят В киплукинг Ты мечтаешь Туда пойти И тебе дарят Этот сертификат Ты пришла Ты понимаешь Что тебя обслуживают Как любого другого И очень важно Мне говорят Что во многих салонах Когда ты приходишь Как модель Или по сертификату Бесплатному Что тебе даже воды Не предложат Вот очень важно На самом деле Именно такого Гостя Такого клиента Обслужить На высшем уровне Чтобы он запомнил Как это знаешь Когда тебя просто Облизывают Когда тебе просто Показывают Вот самый высший Класс сервиса И мы за счет этого Очень Ну действительно Я считаю Что мы выиграли И мы продолжаем С этим работать Мы тех девочек Которых нет возможности Мы их приучаем Показываем И они потом ходят Они накопят На приход Знаешь На поход к нам А потом через два года Она закончится Постоянными клиентами А потом она закончится Она устроится на работу Она станет Постоянным моим клиентом И она будет Тем самым Лояльным клиентом Который будет доверять Той самой армии Шипиловской Да Понимаешь Это действительно И мы так взращиваем Вот такая история В лонг Получается Да Долгосрочно Вообще Я вот человек практичный Я говорила Я вообще Всегда думаю о том Что будет завтра Поэтому Та аудитория Которая с нами Пять лет Ну мне тоже Я когда начинала Мне было 25 Сейчас мне уже почти 30 Мне будет 30 лет Через полтора месяца И поэтому Как бы я понимаю Что Через еще пять лет Нам всем будет 35 А девочки Восемнадцатилетние Семнадцатилетние Они уже смотрят на других девчонок Они уже смотрят на тиктокерши Поэтому Я сейчас Ты не понимаешь Для меня это конечно стресс Вконтакте мы марафоны проводим Мы дарим бесконечные перезагрузки Мы привозим девочек Из регионов То есть мы им оплачиваем Перелеты По гостиницу Полную перезагрузку В салонах Киплукин делаем А я подтягиваю молодежь Потому что Я хочу Чтобы Киплукин жил Через пять лет Он не стал Старым салоном Есть куча Известных салонов красоты Которые уже знаешь Они крутые Классные Но они морально устарели Туда уже ходят Там женщины Например За сорок Где девочке Восемнадцатилетней Будет просто некомфортно Потому что Она хочет другую атмосферу Поэтому мы постоянно Работаем с подрастающей Аудиторией И я считаю Что все время Нужно работать на опережение Ксюша Скажи пожалуйста Вот ты сейчас Упомянула То что Ты Отходишь От операционной деятельности Салонов То есть Ты ими сейчас Не занимаешься У тебя управление У меня есть управляющие В каждом салоне управляющие Как они в принципе Этим и занимались Я просто раньше Нет Я не операционкой занималась Все-таки Не то что операционная Вообще Я больше реклая Да Больше жизнью салона Мне нравилось Знаешь Приглашать девочек Что-то делать Сейчас у меня К сожалению Нет этой возможности И я просто Я бы с удовольствием Знаешь Мне так нравилось Проводить Я всегда в салон Прихожу И просто сижу Многие думают Что я просто сижу Знаешь И кайфую А я на самом деле Я всегда наблюдаю Очень важно Сидеть просто И смотреть Как работают твои люди Не просто на минуту Где знаешь Все стали по стойке смирно А наблюдать Как общаются Что делают Как выглядят Вот все абсолютно Что сказали Что сделали Как быстро среагировали И это очень важно И я очень скучаю По тому времени Когда у меня была возможность Приезжать в салоны И часами сидеть И просто наблюдать Потому что я видела Мелочи Которые очень важны Которые видят И другие люди Понимаешь Гости Они как раз Те люди Которые приходят И ожидают И наблюдают И сейчас К сожалению Я не могу На это тратить Много времени И все равно Кип Лукин Уже стал брендом Безусловно Нельзя как бы Его оставлять Нельзя упускать Потому что Как только ты Расслабляешься Ты уже теряешь Результаты Завтра Послезавтра И через три дня Но Я сейчас Как-то все равно Стараюсь Давать возможность Команде Поработать Да Проявить себя И поработать Без меня Безусловно Все знают Что я Кип Лукин Всегда интегрирую Во все свои другие проекты Например В проектах В боксах Я там В зимних боксах Буду 20 перезагрузок То есть Я 20 человек Из разных городов Буду привозить В свой салон То есть Я не забываю Никогда Кип Лукин Но Вот такой вот Возможность Заниматься рекламой То, что мне нравилось Знаешь Я раньше была Главным маркетологом Мне кажется Но я совершенно Ничего не понимаю В Таргете Я не понимаю Там что ты То есть В каких-то Вот именно Новшествах Я не понимаю Я понимаю Я знаешь Если бы у меня было Рекламное агентство Но было бы Вот На сарафанном радио Наверное Работало То есть Я умею делать Какие-то банальные вещи И я умею Как бы быть хорошим Примером для людей Вот И умею работать Вручную Мне кажется Что это неплохое Как бы качество В наше время Уметь Вот опять же Вручную Все контролировать Но У меня нет времени Сейчас вот На ручную работу Поэтому я предоставила Более прогрессивной команде Знаешь Наш Ну Своим сотрудникам Возможность Конечно Безусловно Когда что-то не так Они все время говорят Что я постоянно Недовольна Что я постоянно Я тоже Никто к сожалению Не видит И мне очень Знаешь Очень много советов Важных в жизни Сказали Я очень люблю Общаться с людьми Которые умнее меня Очень люблю Наблюдать Там За успешными людьми Мне очень Такую важную Вещь Сказали Вот В свое время А ты такой человек Которого я очень уважаю На самом деле И он говорит Никто никогда В жизни Не будет к твоему бизнесу Относиться так Как ты Да Поэтому ты можешь Уезжать в отпуск Ты можешь там Уехать в другую страну На 2-3 месяца Но все это Развалится В конце концов Без тебя Потому что Никому это не надо Люди приходят Просто на работу Как бы они не горели Этим Там Не мечтали Они либо хотят Чтобы Ну Стать частью Этого Да Приобщиться к этому Либо это просто Для них Работа Поэтому Если не ты То никто Поэтому И ты наверное Замечала Да Что вектор Когда твой Вектор Внимания Как бы Переключается На какие-то Другие Проекты И что-то Становится Более важным Все-таки Проседает Немного Бизнес Салон Ты знаешь Ты знаешь Безусловно По продажам Я может быть Так Не вижу Что прям Проседать Потому что Сегодня Действительно Экип Лукин Достаточно Успешный Я очень рада Что бренд Уже сам Работает на себя Что ему Не нужно Такое Внедрение Прям Моего Личного Бренда То есть Уже Он Генерит Новых Людей Мы Работаем С амбассадорами Я все-таки В свое время Очень Знаешь Мне кажется Очень классную Вещь придумала Да И я тогда Придумала Что нужно Делать Нужны амбассадоры Что есть я Опять же Я так на пальцах Посчитала Что есть я И на меня Смотрят люди Они соответственно Хотят Такую же укладку Такую же Прическу Такой же макияж Как у меня Но есть люди Которым я не нравлюсь Всегда так было Есть и будет Которые вообще Меня терпеть не могут И просто из-за того Что есть я в Киплукин Они только поэтому Не придут в Киплукин Знаешь Шипиловский Киплукин Они там называют Например И подключается Другая аудитория Амбассадора И тут я говорю Надо Нужны другие девчонки Другие амбассадоры Во-первых Других типажей Другие интересы Другие профессии На которых будет смотреть Аудитория Которая не смотрит на меня И мы стали привлекать Разных людей И на сегодня У нас есть Прямо вот костяк Амбассадор Который знаешь Ассоциируется у людей Вот чисто с Киплукин И они Очень классно работают Ну то есть Киплукин Я стала просто Девушка Киплукин Я одна из девушек Киплукин И многие люди Даже не знают Что я являюсь владелицей Там Они меня не воспринимают И хорошо Мне на самом деле И хорошо Пусть все эти люди То есть Мне важно Чтобы Киплукин Стал сообществом Что Киплукин Это вот Это девушки Это все девушки И чтобы девушка Глядя на эту 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 Она думала Что я тоже хочу стать Девушкой Киплукин А не я хочу стать Ксенией Шипиловой Вот И поэтому Сегодня это мне Очень помогает И это дает Как раз таки возможность Мне все время Не быть Знаешь Лицом бренда Поэтому Я не такая глупая Знаешь Как оказалось Ты вообще не глупая Мне кажется Что это очень Такой правильный шаг И Я немножко знаю Амбассадоров Которых ты пригласила И на мой взгляд Это правильный выбор Можем Я думаю Перечислить Кто является Амбассадором Это наверное Сестры Голомаздины Да Девочки Ира и Марины Голомаздины Мы с ними Где-то Мне кажется Год Они являются Нашими амбассадорами Оксана Оксана Пономарева Да Оксана Потом Катя Ботищева Я всех знаю больше Катя Ботя Элева Касова Девочка Такой стилист Я считаю Что Очень Классно Раскрылась Сейчас Милена Бессонова Есть такая девочка Она очень классная Знаешь Я ее помню Когда она пришла В салон Мы начали Сетературить Когда она еще была Такой совсем маленькой Юнкой И сейчас Я считаю Что салоны Вообще Творят с девушками Безусловно Не только салоны красоты Но они творят с девушками Преображают Знаешь Раскрывают девушку Когда ты чувствуешь себя красивой Ты по-другому Ты плечи Понимаешь Просто Распрямляешь Поэтому Я считаю Что Как бы Все равно Наш салон Сыграл Наши салоны Немаловажную роль Чтобы девчонки Тоже Вот они были Вот такие Настя Вицкоп Я считаю Что тоже Она была такой юной Знаешь Совсем Там молодой девочкой Сейчас она такая леди И знаешь Я вижу Как бренды К девчонкам Тоже Там стали С годами Тоже Приходят Что начинают Там с ними сотрудничать И я считаю Что все равно Немаловажную роль Сыграл также Киплукин И они также Для Киплукин Сделали очень много Поэтому у нас Такое взаимовыгодное Взаимополезное Взаимовыгодное Любовь Лера Журавлева Является Нашим амбассадором Мне нравятся Девочки С пиленькой Внешностью Вот Но Также есть и другие Девчонки Которые Совершенно Другого Типажа В общем У нас достаточно Много амбассадоров И Хоть наш финансист Говорит Ксения Вы что Это такая Статья расходов Я говорю Нет Это Не будет этого Не будет Киплукин Вот Поэтому На это Тратим Большой ресурс Ну Мне кажется Это правильно На одном Личном бренде Масштабироваться Очень тяжело Масштабироваться Точно Я тебе еще не утомила Нет Не утомила Но Мы будем Сейчас Быстрее Наверное Продвигаться По Киплукингу Потому что Там дальше Еще большие блоки У нас есть О которых Обязательно Нужно поговорить Скажи пожалуйста Скажи пожалуйста Это мое Слово Паразит Я его Использую Постоянно Мне вот Интересно Сегодня Если бы у тебя Не было салонов Ты бы стала Открывать салон Или может быть Ты бы его Открыла Какой-то Другой направленность Как ты считаешь Вообще Насколько Сейчас Переполнен рынок И стоит ли Сегодня Вообще Открывать салон Самый большой совет И лучший совет Который я могу дать Девушкам Которые Спрашивают Что Нужно С чего начать Открывать салон Самый мой лучший совет Не открывайте салон На самом деле Сегодня Вот Уже Наверное Оборачиваясь И смотря на 5 лет Я понимаю Что салон Это очень тяжелый бизнес Что есть Есть куча Других бизнесов Проектов Которые Знаешь Обернут Вернут Деньги В тысячу раз Быстрее Плюс В салонах Работает Очень много Людей И твоя работа Твоё качество Зависит От человеческого Фактора Ты не можешь Повлиять На настроение Знаешь Или на работу Мастера Здесь сейчас Я не могу Повлиять Чтобы он сегодня Не нахамил То есть у нас Есть какие-то Скрипты Есть какие-то Не знаю Правила Но я не могу И от меня Это независимо Поэтому Самое Наверное Важное Что я могу сказать Я бы наверное Не рекомендовала Я бы не открывала Сегодня Но безусловно Есть кто-то У кого классные Какие-то Бизнес кейсы Наверное Стоит Наверное Классно Открывать Клинику Наверное Классно Открывать Косметологию Скинбары Скинбары Ты знаешь Я не знаю Я не совсем Просто Сторонник Мне нравится Всё-таки Я больше За приватность Мне нравится Когда я прихожу К своему Косметологу Отдыхаю Когда я На комфортной Кушетке Лежу Когда есть Плед Мне очень важен Сервис А в скинбарах Всё-таки Моя кожа Я не люблю Не то чтобы Я брезгливая Но как-то Мне кажется Что Как-то Это невозможно Сделать Чтобы всё было Настолько стерильно Когда рядом с тобой Вот ты Здесь кто-то ещё Я просто Не разделяю Это моё Такое внутреннее ощущение Но при этом Я знаю Что они успешно Работают Очень многие Но я как-то К своему лицу Отношусь так Что я хочу Чтобы оно В приват Чтобы в каком-то Несобранном виде Меня видел Всё-таки Только мой косметолог Но если есть Какие-то бизнес-кейсы Это неплохой Бизнес-кейс Я считаю С точки зрения бизнеса У салона В какой направленности Сейчас есть Косметология Косметология Конечно То есть всё-таки Есть такое Масштабное смещение В бьюти-индустрии С макияжа Укладок Всё-таки В уход Или Ты знаешь Не то чтобы смещение Просто есть маржинальность В косметологии Маржинальность Особенно Когда это инъекция Это не эстетика Не уходовые Какие-то процедуры А именно в инъекциях Маржинальность Совершенно другая Так же как и окрашивание Почему стилистам Интереснее окрашивание Чем нежели Там стрижки Укладки Потому что цены другие Человек за час Зарабатывает больше Так же и салон Поэтому Я например Не занимаюсь инъекциями Потому что я Не понимаю Знаешь И мне очень сложно Людям продавать то Чего я боюсь И что я Как бы сама В чём не разбираюсь Гораздо ответственности Конечно Да конечно Но я пока что Не готова Хотела бы И лицензии Наверное Лицензии нужны Мы занимаемся Честно говоря Мы оформляем На Петровском бульваре В Сити Невозможно оформить Полноценную лицензию Потому что Нужны окна То есть Нужны специальные параметры Для Помещения Да Характеристики Помещения Мы занимаемся Я бы хотела Может быть Мезотерапию Плазму колоть Знаешь Вот такое что-то делать То что Например Оно такое Простое Достаточно И Как бы Не Ну да Простое И постоянно Требуемое То есть Очень востребованное А вот Такой серьёзной Косметологией Я пока что Не готова Заниматься То есть То есть Ты бы Дала совет Тем Кто сейчас Хочет зайти В бизнес Салонов красоты Посмотреть В сторону Косметологии Правильно То есть Такой совет Мы бы дали Тем Кто хочет Сейчас Косметологией Как выглядит Красиво Эстетика То что Не навредит По крайней мере Твоему здоровью Поэтому Если Вы собираетесь Наши дорогие Слушатели Открывать салоны То я наверное Рекомендую Девчонкам Ну Либо иметь Человека Который разбирается Либо чтобы Вы сами Разбирались Ну Вот как раз О людях Как вообще Ты привлекала Людей То есть Это были В основном Те люди Которые с тобой Изначально Работали Ты их просто Переманивала В свои салоны Как была Вот с той Первой девушкой Из лажбара Ты знаешь Я не Как бы сказать Что я кого-то Переманивала Я не Переманивала Я забрала Наверное Только одного Сотрудника Сказала Женя Стилист Женя Меньшаев Я говорю Женя Все Будешь работать Со мной Он даже Ни минуты Не сомневался Он сразу Просто собрал Свои вещи И ушел И после этого Весь салон Знаешь Который я до этого Ходила Как раз Такие волосы Сотрудники Начали Потихоньку Уходить ко мне У меня Сейчас уже Работает Шесть или семь Сотрудников Из этого салона Я их не Переманиваю Люди приходят Сами Люди приходят Слушай Все равно Сарафанное радио Работает Что люди Зарабатывают Ну то есть Люди Работают там Где им лучше И для этого Не нужно Кормить какими-то Пустыми обещаниями Это вообще не про меня У меня никогда Не было проблем С персоналом Как-то Были люди Которые видели Как я работаю И которые Ну либо например У которых я обслуживалась И просто там Говорила Слушай Я вот открываю Хочешь нет Все Как бы было вот так Так чтобы кого-то Выискивать Ходить Я тебе больше того Скажу что сейчас Я хожу И это такое Надо мной все смеются Я очень много хожу В другие салоны Обслуживаться Вот например В Сити Я хожу на маникюр Блин Я чаще хожу Мне кажется В другой салон Обслуживаться Не потому что у нас плохо У нас я считаю Что нереально круто делают И в Киплоке Реально очень хорошего качества Запись плотная у тебя Да У нас очень плотная запись Я не записываюсь заранее Вот моя проблема Что я не владею своим временем Расписанием Я не могу У меня нету возможности заранее И я хожу в другие салоны Обслуживаюсь И я никогда не переманиваю Я не говорю Я даже не завожу разговор об этом И поэтому В соседних салонах Ко мне очень хорошо относятся Я им всегда оставляю Хорошие чаевые Я всегда Даже вот никогда Я даже ни разу не заводила Разговор с мастерами О том что А я там Не знаю Скиплукин Я делаю вид Что я просто гость Что ты знаешь Ну я думаю Что все знают Знаешь Но я делаю вид Что я вообще Просто человек Просто гость Который пришел Мне просто хочется отдыхать Вот Поэтому То есть у меня Вот такое отношение Я не хожу Никого не переманиваю Те кто хочет Знаешь На самом деле Как бы сами люди приходят И не знаю Видят Как мы работаем Да И там Из салонов Ну то есть это нормально Когда люди там Уходят из одного места Переходят Это такая сфера Да А какая сейчас команда У Киплукин Сколько это человек В салонах работает Более ста человек Это два салона На два салона Да На два салона Но у нас очень большой Все-таки офис У нас очень много людей Кто занимается СММ Там несколько Модераторы у нас есть Все понимаешь Хороший сервис И качество Это все требует людей У нас есть модераторы Которые отвечают В директ То есть это Команда у тебя На салон И на остальные проекты Одна? Офис или Разный? У нас есть люди Несколько там Человек Которые пересекаются В интернет-магазине Шоп Киплукин И в Киплукин А в других проектах В эстетикс Другая команда работает А какой оборот Сейчас у Киплукин? У Киплукин Ну в месяц В каждом салоне У нас разные Немножко планы В месяц Мы делаем Примерно 12 миллионов В сити И где-то Ну там 11 Чуть меньше Делаем На Петровском бульваре Ну Месяц от месяца Тоже знаешь Отличается То есть у нас есть Какое-то свое Планирование Но в принципе Ну работаем Наверное Вот в таком Примерно ключе А какой процент Вот в этом бизнесе Чистой прибыли Все-таки Ты знаешь С такой большой командой С той человек Ну на самом деле Нужно стремиться К тому Чтобы было 20% И Ну я никогда Не получала 20% Знаешь только Когда начинала Я зарабатывала Хорошо зарабатывала Когда не было Команда большой Когда у меня был Один салон На Петровском бульваре Я зарабатывала хорошо У меня прям На салонах На салоне На одном Когда появилось Два салона Очень сильно выросли Косты Прям очень сильно И стало сложнее Зарабатывать И мы уже Вот привлекли Финансиста Вот в этом году У нас уже Прям так совсем Знаешь все серьезно У нас финансовый отдел Бухгалтер Финансист Двадцать процентов Вот мы там Зарабатывали Но Это если там Два миллиона Четыреста Это будет С двенадцати Миллионов Двадцать процентов Нет Я не зарабатываю Пять миллионов Салонов Я зарабатываю На других проектах И я поняла То что Нужно менять вектор Что нужно уходить Больше в продажи Чем салоны Потому что салон Все равно есть Как бы ограниченное Количество времени Салон работает С десяти до десяти Мастер не может делать Как бы бесконечное количество Гостей и клиентов В общем поэтому Я поменяла вектор И сейчас для меня Салоны Это знаешь Это как место Даже То есть это понятно Салон Это люди работают Это тоже бизнес Но это больше место Которое визуализирует Мой продукт Я например Продаю маску для волос Да Которая стоит Предположим Там две тысячи рублей И приходя в салон Человек видит качество Человек видит сервис И он хочет эту маску Потому что для него Это возможность Или человек видит В интернете Что такое киплукин И для него Сопоставление вот этой маски Как моего продукта И салонов Как моего продукта В общем как-то мочится И он хочет эту маску Потому что он будет Себя чувствовать Приобщенным Он будет чувствовать себя Как бы что он Вот взял кусочек Можно сказать киплукин Это работает Как очень хороший Такой оффлайн Бутик Мы в салоне Продаем Но это не точка Прям продаж Все равно В основные продажи Мы работаем В B2B В Aesthetics Мы работаем В B2C В онлайн магазинах Но салоны стали Такой очень классной То есть Точкой Которую можно посмотреть И визуализировать Все что я делаю Как точка контакта Твоя с твоим клиентом Вообще просто Да А скажи мне Ты получается У тебя нету в планах Растить сеть Киплукинг То есть ты сконцентрирована Сейчас на других вещах Двух салонов Тебе достаточно Я очень хотела В этом году Открыть третий салон И я почти Я с весны Вела переговоры По помещению Мне очень хотелось Делать большой салон Чтобы там уже Знаешь Прямо развернуться Чтобы туда привлечь Врачей У нас уже есть люди Кого можно было бы привлечь Да Но так сложилось И на самом деле Слава богу Что так сложилось Потому что я бы не справилась С сегодняшним Объемом работы Что не получилось С помещением И сейчас пока Я думаю Нет Я не готова Я не хочу А карантин Вообще сильно по вам ударил? Получается такая большая команда Салоны закрыты Как вы вообще справились с этим? У тебя были какие-то Сохраненные средства? Как вообще вы прожили этот период? Я за карантин выплатила Своим сотрудникам Ну то есть Понятно что Мы могли бы выплачивать Там знаешь По минималке Мы могли вообще там Объявить простой И не выплачивать Я выплатила 12 миллионов рублей За карантин Зарплаты своим сотрудникам Вот мы им там Отправляли косметику в подарок Ну так чтобы они не унывали Мы зарабатывали Я рассказывала об этом Мы заработали на боксах И я просто там заработали на Ну все равно я зарабатываю на эстетикс И просто я вложила эти деньги Я там ну отдала людям на зарплаты Чтобы Ну я была не готова терять команду У меня очень много Каждый сотрудник мне стоит денег Он мне стоит денег и времени И я не готова была выйти с карантина Знаешь даже там он продлился Сколько у нас там 3 месяца Да Не готова была выйти И потерять сотрудников Которых я вложила Кучу времени Кучу средств вообще Кучу каких-то в общем сил И поэтому Ну я поняла ты Что это ну цена Поэтому буду Если сейчас закроют на карантин Я буду продолжать Как бы пока что Не сокращать штат Не буду сокращать штат Потому что Ну для меня важно Для меня эти люди Для меня вся команда Приносит как бы мне деньги Ну то есть у тебя получается Один проект обеспечил Второго Когда ему было плохо Да Как родственники Помогают друг другу В сложной ситуации Это очень классный И очень классный кейс А не было такого Что Ну вот допустим Весенний бокс Был спровоцирован Там как раз карантином То есть ты поняла Что тебе нужен Еще один Источник дохода Так сказать И как бы этот бокс Был Ну как бы спровоцирован Волной Потому что Насколько я помню Ты изначально Не хотела их Так часто делать Мы планировали сделать Мы после Зимнего бокса Тысячу штук Мы планировали сделать Восьмого марта И Мы успели сделать То есть Не планировался Еще карантин И весенние боксы Мы сделали Соответственно Пять тысяч штук Мы сделали И продали его Там Восьмого марта Уже они были Все распроданы Соответственно Летний бокс Ну знаешь Отчасти Наверное Было понимание Что это Хороший оборот денег Круговорот денег В природе И конечно Для нас Это было Ну мы не стали Делать большой объем Мы все-таки Не уходили Знаешь В количество Мы сделали Две с половиной тысячи Хотя Мы понимали Что люди могут Спокойно купить У нас Пять тысяч штук Шесть тысяч штук Но я понимала Что я хочу сделать Глобальную историю Именно на Новый год То есть карантин Безусловно Он Слушай Все теряют деньги Мы Очень много денег Потеряли На карантин И не дозаработали Но Я понимала То что Вот у меня Есть в голове Я вообще Думала Вообще Пятьдесят тысяч Боксов У меня была Такая Ты не понимаешь Какая у меня была У меня такой был План Вообще сумасшедший Что чуть ли не Там Не знаю Снять Большой театр Для наших Клиентов Ну в общем Если бы это было Ну понятно Что пятьдесят тысяч Боксов Я даже не посчитаю Сейчас это Какой бы был объем То есть конечно Я хотела Моя мечта Делать что-то глобальное Как я тебе показала Перед этим Что делает Кайля Дженнер Вот у меня мечта В России Делать что-то Такое глобальное И крутое Чтобы люди Кайфовали от продукта Что Россия не считала Что если русская То это Г Что наше производство Что мы тоже Могем умеем Как говорится Поэтому Сыграла конечно роль Но Не сказать Что мы пытались Там Быстрее 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 Подзаработать В России Не было паники Просто никакой Ты как бы Человек Который чувствует Себя комфортно Уже у меня сложилось В рамках нашего интервью Ощущение Что ты человек Который чувствует Себя комфортно В абсолютно разных ситуациях Потому что ты понимаешь Что тебе хватит Твоих жизненных сил Твоего опыта И своей веры в себя Для того Чтобы себя комфортно Чувствовать В рамках любой ситуации Это здорово Я просто знаю Что все будет хорошо Знаешь Что будет плохо Потом будет хорошо Я просто знаю Что я совсем справлюсь И все Просто есть многие Которые как бы В рамках карантина Унывали Просили Поддержите меня От тебя я ничего такого Никогда не слышала Мне кажется Что ты очень уверенный В себе человек И как бы идешь И вот я даже тебя Сейчас слушаю Как бы у меня Внутреннее такое Как спокойствие происходит Если Ксюша говорит Значит точно Все будет нормально Слушай Вот я хочу плавно Переходить уже В К аэстетикс И к Киплукинг Скажи пожалуйста Вот у меня Скажи пожалуйста Скажи пожалуйста Почему Возник аэстетикс Почему нельзя было делать На базе Шопкиплукинг Например Продавать боксы Для чего Это было сделано Немножко Я не понимаю Смотри Шопкиплукинг Занимается Ну это онлайн сервис У нас Это очень крутой Онлайн магазин Я считаю Что его вывели На супер уровень У нас сегодня Ну мне кажется Что у нас Один из сильнейших Интернет площадок Наверное Которая Средоточена Огромная Даже не могу сказать Сколько у нас сейчас брендов У нас очень крутые Практически все крутые бренды Все крутые бренды Стоят на нашей площадке Мы Год назад Возникла идея Поехать Я услышала Про одну выставку Космопров В Гонконге Я захотела поехать И я своей команде Сказала Что я вот Хочу вас пригласить Я взяла с собой Не помню сколько У нас поехало Шестеро Или семеро Что я вот Хочу вас пригласить Я не знаю Что это будет Я не знаю Я была со всеми честна Я прям написала В чат Что я не знаю Что это будет За бизнес Я не понимаю Будет это бизнес Либо это вообще Там просто Буду что-то там Делать свой продукт Или там Просто хочу Чтоб сразу было понимание Потому что В Шопке Плукен У меня есть партнер Девочка Которая со мной Давно работает И мы Соответственно Я Она мне предложила Развивать Интернет-магазин Вот Я ей Сказала Хорошо То есть это В первую очередь Лицо В Шопке Плукен В Шопке Плукен Ну Я в первую очередь Владелец бренда Киплукен Владелец бренда Но ты именно Вот деятельностью Внутри Не занимаешься Операционной деятельностью Шопке Плукен Я не занимаюсь Там есть команда И как раз таки Эта девочка Она Девушка Она занимается Всей этой деятельностью Развитием его То есть Что я могу Это поддерживать Я могу Да Я могу Рекламировать Я просто Мне не хватает Опять же Мне И когда появился Соответственно Эстетик Сейчас я вот Расскажу Как это происходит То я поняла Что мне очень нравится Мне нравится Производить косметику Мне нравится Вот Битуби история Чтобы я ездила В регионы Чтобы я там С людьми общалась Чтобы я каких-то Новых клиентов искала То есть Мне нравится более Такая глобальная Наверное история Вот философия Там косметики А не просто продавать Какой-то конкретный продукт Я уже Как-то устала Может быть Выросла И то есть Какую-то баночку Конкретную Мне уже знаешь Как-то уже Не совсем интересно Мне стало захотеться Захотелось Свои Да Мне захотелось Как-то по-другому Уже попробовать Другая маржинальность Я правильно понимаю У своих конечно продуктов Ну безусловно Когда ты делаешь Что-то свое Но просто Это еще и возможность Понимаешь Можно и зарабатывать И более легкие деньги Когда ты занимаешься Продажей просто Когда ты занимаешься Битуси Ты просто Купил Перепродал Эту косметику У тебя по крайней мере Деньги не вложены Когда ты занимаешься Таким делом Как производство Ты занимаешься Дистрибьюцией Ты выкупаешь стоки По 300 тысяч долларов По 500 тысяч долларов Ну то есть Немного это другая история И ответственность другая И поэтому знаешь Я вот сейчас У меня время Когда я плохо сплю Я то есть Я живу постоянно На стрессе Я не то чтобы Я переживаю Просто у меня ответственность Другого уровня Сейчас Как бы уже И я Ну как бы сейчас Не скрою Я все равно Переживаю Подсознательно Где-то За свои боксы И за этот бизнес И когда я поехала В Гонконг Мы поехали Все команды Мы нашли Бренды классные Я поняла То что Их надо Я помню Я шла с девушкой Тоже Которая работала С нами Она говорит Ксения Нужно открывать Компанию По дистрибуции Я говорю Хорошо И это все-таки Немножко другая история Есть онлайн магазин А есть компания Например Концерн Эстелаудер Но это не онлайн магазин То есть Онлайн магазин Это вообще какая-то Другая вещь Розница Это опт Да Это опт В который нужны Другие люди Другая команда Поэтому Ну и собственно Это разные бизнесы В которых В одном бизнесе Есть один человек Здесь Как бы это Немножко Другой уже Как я говорила Формат вообще работы Это другие вложения Здесь конечно У меня не было Мне негде было Нагрести Знаешь Это откуда привлечь Там не знаю Четыре Там миллиона Здесь это Совершенно другие деньги были И я привлекла инвесторов Просто я У меня есть партнеры В этом проекте В эстетикс Да В эстетикс Ну потому что Там глобальные Там огромные деньги Которые Которые Работают Крутятся И я Я не готова Знаешь То есть Вручную Я это не могу Отследить И все-таки Уровень ответственности Такой Что я могла бы Знаешь Занять Если честно Эти деньги Я могла бы Просто прийти И мне говорили Ксюша Давай мы тебя займем Я говорю Нет Я не хочу Ну типа Давай там Вот как-то Я говорю Нет Я не хочу Я хочу Чтобы были Партнеры Чтобы все-таки Могли отследить Что-то Чтобы могли Контролировать Чтобы был какой-то Аудит Я пока что Не готова То есть Я пока что Знаешь Еще такая Маленькая рыбка В этом море То есть Я как бы Плюхнулась В этот бизнес Но я пока что В нем Не до конца Разбираюсь В нем Очень много Подводных Ко мне У нас что-то Получается Что-то Не получается Ты думал Что ты Заработаешь Только Знаешь Потом оказалось Что ты вообще Ничего не заработал Потому что Там что-то Не так Например Сделали Не посчитали Курсы Наверное Курсы Да Себестоимости Это все Совершенно Другой бизнес И Ну конечно Для меня Это и другая Ответственность И другие Вложения И поэтому Я выделяю Бизнесы И я считаю Что это правильно Не смешивать Знаешь Под это Есть Люди Которые Этим Занимаются И Вот мы Работаем И как раз Таки В рамках Эстетикс Мы сделали Проект Боксов А сколько у тебя Партнеров Вот Эстетикс Один Да Одна компания И вы В равных долях Да А вот Про вот эту выставку Это в Гонконге Была Да Это в Гонконге И ты там Получается Нашла Вот эти Продукты Которые У вас Там знаешь Как происходит Или это Контрактное Производство Или Что Ну мы Сегодня Являемся Сколько Сколько У нас Брендов Сегодня Мы дистрибьюторы Меня все Знаешь Меня уничтожали Просто за это Производство Есть производство Валкер Это фабрика Которая Занимается Соответственно Там Свои бренды Они Производят Бренды Мы были у них На производстве Забыла В Толедо В Толедо Кажется В Испании И они Производят Для сотен Каких-то Брендов То есть У них Прям такие Фабрики Это моя Новая мечта Знаешь Какая-то Очень далекая Своя фабрика Это так Классно Вообще И они Мы их нашли В Гонконге Мы с ними Договорились Что мы К ним Приедем На встречу Мы поехали Соответственно С уже Будущим Генеральным Директором Эстетикс Туда К ним Вот Они У нас Есть Продукты Которые Похожи С их Продуктами Которые Они Производят Под маркой Валкер У них Есть Некие Формулы Которые Они Нам Продали Есть Формулы Абсолютно Новые Которые Они Производят Только Для Нас Которые Мы Просто Им Говорим Что Мы Хотим Например Мы Делали Скраб Для Тела Сейчас Сегодня Я так Расстроилась Мы Им Они Сегодня Представили Мы Сделали А для Того Чтобы Привезти Это Все равно Месяц Это Не Unreal Я Говорю Классно После Нового Года К 8 Марта Бомбочки Привезут Мне Это Происходит Так Что Мы Им Отправляем ТЗ Нам Нужно Чтобы Было Масло Жаба Например Вот такие Одушки Вот Что-то Еще И Они Из Этого Подбирают Нам Продукты Они Присылают Нам На Пробы Они Производят Ну То Есть У Них Я Не Знаю Как Это Работает Я Не Знаю Как Работают Как Это Все Варится Вот И Они Для Нас Делают Это Все То Они Делают Для Нас И У У Нас Права Соответственно На Эти Продукты Никто Больше Не Может Они Не Производят Эти Продукты Больше Не Для Кого Соответственно Так Своей Фабрики У Меня Нет Я Думаю Что Ее Как Бы В России Ну Ни У Кого Знаешь Нет А Чтобы Переклеивать Чей-то Бренд И Работать У У Ними Со Всеми Знаешь У У У Законенные Отношения Поэтому Пересекаются Какие-то Продукты Пересекаются Потому Что Они У Них Были Потому Что Они Они Сделали Классными Делаем Другие Продукты Да Делаем Делаем Другие Одушки Да Тоже Делаем Поэтому Знаешь Я из себя Как бы Не строю Какого-то Там Новатора Что Я Знаешь Там Пипец Что-то Там Выдумала Там Придумала Нет Но Ты Это Привезла Ты Это Создала Интерес Спрос Это Мне кажется Я Делаю Я считаю Что Я делаю Я Люди Не Обманываю Я делаю Классное Дело Какие-то Возможности Чтобы Не Только Один Шампунь Был Кевин Мерф Шампунь Классный Его Знает Весь Мир Чтобы У Людей Были Какие-то Другие Опции Собственно Так Мы Работаем Вы Работаете На Условиях Закупки Или Постоплата Какая-то Закупки У нас Есть Контракты У нас Есть Обязательства Свои Что Например В год Мы Должны Вы Выполнить План Например По Султан Мы Перевыполнили У нас Был План 500 Тысяч Евро 600 Тысяч Евро Мы Например Сделали Миллион Евро Может Даже Больше Уже Сделали У нас Есть Планы И Есть Какие-то Скидки Цены Которые Мы С ними Утверждаем Есть Какая-то Маркетинговая Поддержка Когда Например Они Что-то Присылают Мы С ними Договариваемся Но Я Тебе Ко мне Производители Лояльны Потому Что То Что Делаем Мы Сейчас Особенно В условиях Карантина Кризиса И Вообще Всего До Этого Мало Кто Делал Но Сегодня Делает Никто Поэтому Производители Они Меня По имени Знают Знаешь И Звонят По Фейстайм И Говорят Ксения Спасибо Вам Огромно И Пишут Письма Из Франции Что Мы Счастливы Что Мы Мы Когда Начали Работать Султан Де Саба Еще Просто Мы Не Были Дистрибьюторами Мы Брали У Нашего Дистрибьютора Товар Мы За Три Месяца Увеличили Спрос Чуть ли Не В Триста Раз На Султан Де Саба Я не Знала Про Султан Де Саба До Тебя Честно Тебе Скажу И Это Понимаешь Это Тоже Уже Это Как-то Пошло Пошло То есть Я Говорила О нем Три Четыре Месяца А потом Весь Мир Начал Говорить И Они В мире Увеличились Там В Несколько Раз Понимаешь То есть Они Подняли Свои Продажи И Поэтому Когда Я К ним Приехала Они Все Они Говорят Нам Не Важно Что Вы Делаете Мы Просто Хотим Сделать Это С Ксени То есть Они Нам Полностью Доверяют И Участвуют Во всех Наших Проектах Никто Не дает Бесплатно Косметику Как Могут Думать Я Думаю Что Хочу К этому Перейти Казалось Что Бренды Должны Очень Просто Хотеть Попасть В Твой Бокс Потому Что Это Огромная Глазка Сразу Все О нем Говорят Не знаю Если Я была Брендом Косметики Я бы Очень Хотела Чтобы До Меня Тоже Твои Прекрасные Руки В плане Дистрибьюции Касались Можно Сказать Это В любом Случа Деньги Понимаешь Когда Ты Делай Тысячу Боксов Могут Дать Бренды Например Что-то Даже Мы Можем Участвовать В каких Инициативах Проектах Тысячу Штук Дать Для Компании Которая Привозит 20-30 Тысяч Штук Окей Но Это Стоит Больших Денег На самом Деле Это Стоит Миллионы Миллионы Рублей Даже Для Дистрибьютора Соответственно Для Производителя Конечно Это Стоит Очень Других Денег Гораздо Дешевле Но В любом Случа Это Деньги Понимаешь И Это Невозможно Нельзя Я У всех Покупаю Есть Конечно Какие Наши Партнеры Которые Говорят Мы Вам Предоставим Вот Столько Это Бесплатно Мы Вам Дадим А Вот Столько Вот Мы Вам Например Ну То есть Это Получается Немножко Другая Цена То есть Это Тебя Косты Может Быть Сокращает Но У всех Мы Покупаем Косметику И Помимо Этого Мы Их Пиарим Какой Пиар Идет Бокса И Какую Мы Большую Часть Денег На Этого В общем Спускаем Можно Сказать То Бренды На самом Деле Мне Правильно Говорят У меня Есть Там Парень Один Один Однокомый Мы Сотрудничаем В некоторых Проектах Он Говорит Ксюш Ты С ума Сошла Ты Говорит Делаешь Ты Покупаешь Там Подарки За свой Счет Вот Мы Например Берем Бренды Кортье Булгари Шанель Я Иду И покупаю За свой Счет Вот В весеннем Боксе Был Сертификат На 500 Тысяч Рублей Для Девочки Кому Там Должно Было Попасть Соответственно Девочка Приедет Сейчас Скоро Все Забывая Из Какого Она Города Она Вообще Там Просто Издалека И Мы Постоянно Дарим Подарки А кто Победил Я Честно Я даже Не знаю Она Должна Сейчас В конце Ноября Приехать И Все Тки Потратить Потому Что Из-за Карантина Иду И Как Мы Свои Деньги Там Компании Там Свои Личные Я Покупаю Подарки Мне Говорит Ты С ума Сошла Ты Их Еще Пиаришь За Это Вообще Ты Вообще Ты Не Хочешь В Бездумно Бухаешь Каждый День Нет Но Когда Ты Отдаешь Ты Нормально Расстаешься С деньгами То Тогда И Приходят Они Да То есть Ты Веришь В эту Денежную Я Верю Однозначно Я думаю Что Люди Которые Участвуют В моих Проектах Они Видят Это Они Видят Что Я Знаешь Там Пакет Шанель Нет Говорю Получите Пакет Шанель Ну Ты Понимаешь Или Кошелечек Шанель Вам попадется Я пойду Куплю Десять Кошельков Шанель Понимаешь Ну То есть По-другому Немного И Конечно Они Понимают Верят И Доверяют Ксюш А если То есть Изначально Возникла Идея Дистрибьюции То есть Это Было Еще До Боксов Правильно Вот Эта Поездка И Потом Уже Появилась Идея Боксов Нет Боксы Мы Начали Делать Еще Возникла Идея Еще Осенью И я Помню Что я Хотела Ну Думала Что Ну Двести 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 Да Это было Я уже В сентябре В прошлом Или в октябре Поехала Тогда во Францию Разговаривала Как раз Султан Десаба Из Жельсеко Поехала во Францию Извините Перебью Как это звучит Вот из другого мира Вообще Ты знаешь Это на самом деле Если спросить Что для меня Как бы гордость Идеальное представление мира Знаешь Я горжусь тем Что я приезжаю Например В ту же самую Во Францию В Испанию Могу приехать По делам Что вот мне есть Что я приезжаю В Париж Ё-моё Знаешь Девчонка И у меня есть дела Знаешь Что ты приезжаешь Ты не просто туристом И вот у меня Идеальная картинка мира Что у меня есть Во Франции Какие-то апартаменты Куда я приезжаю Я приезжаю по работе Это вообще Для меня Это такой кайф И Уже осенью Мы понимали Что мы будем делать Я думала Что максимум Ну 250 Ну 300 Я разговаривала Своей пяже Я говорю Кать Я говорю Ну 500 Это вообще Пипец Я говорю Не знаю Как продать По 15 тысяч рублей Не знаю Не уверена Она такая Ну хорошо Я буду разговаривать С брендами Кто как нас поддержит Кто там Что там Например Кто какие цены Даст Например На эти У нас же Политика Бокса Что в 3 раза дешевле Соответственно Чем на полке Соответственно Мне надо как-то Разговаривать С моими Производителями Чтобы они мне Давали другую цену И Я поехала во Францию И они говорят Ксения Окей Хорошо А сколько вы И я такая Тысячу И я поняла Что Ну видимо Я просто В тот момент Я и попала В этот плен Боксов И просто Я закрыв глаза Я думала Тысячу Как это сложно И у нас купили Их там Положили Таймпэд Тогда еще через Таймпэд Мы продавали Боксы В общем Там за 5 минут Вообще Уже все снесли Ничего не осталось Мы неделю Собирали сами Боксы И соответственно Их потом Отправляли Но Я правильно понимаю Что ты вот сторонница Такой длительной Массированной Атаки Перед продажами То есть Это такая Долгая Подготовительная Работа То есть Ты не выкидываешь Сразу так Продукт А ты заставляешь Людей Пройти с тобой Вот этот временной Промежуток Когда ты не просто Уже хочешь А тебя аж трясет Как ты хочешь То есть Это такие подготовительные Стратегии Я очень ориентируюсь Я всегда Мне кажется Так смотрела И смотрю На лучшее Что делает человечество Кока-cola Реклама Кока-cola Это лучшее Что делает человечество Ну Именно в плане рекламы Когда мы начинаем Видеть рекламу Кока-cola С начала ноября Я думаю Да Что начинает ехать Грузовик У меня опять Мурашки Начинает ехать Этот грузовик Праздник к нам Приходит У человека На подсознании Остается Что праздник К нам приходит И когда ты делаешь Что-то глобальное Ты должен Людей Знаешь Ты должна создавать Точнее Вот я должна Создавать людям ощущения этого праздника я новогодние мудовые картинки и видео выкладываю мне кажется сестерия ты понимаешь 20000 штук я продавала максимум 5000 штук 20000 штук условиях карантина и всего-всего я не знаю я ни разу не продавала такой объем и ни разу не продавала товара там так узнаешь за раз проекта на там сколько там 350 почти миллионов рублей для меня это нечто новое я делаю как умею и у меня есть внутренние ощущения что так нужно делать посмотрим по итогам года как это будет но я почему-то уверена что нужно делать так и сейчас люди я встречаю знакомых парней мне парни все говорят ксюша ты достал у меня нет ни одной знакомой девушки которая бы не говорила про твой бог что ты с ними делаешь что-то моя задача влезть под сознание пусть людей тошнит от это значит так как с русскими песнями раньше когда-то я помню я только появилась лобода и она помню твои глаза у нее песня была а вот клип от голубые глаза тому парня меня так не нравилось я ну да кто она вообще такая знаешь ну типа у нас идет не принято сначала вообще типа фу очередной отстой знаешь как моргенштерн сейчас очередной отстой потом фу потом об потом уже принятие а потом такой неплохая музыка потом моргенштерн лучший на самом деле вот с лободой знаешь может неправильно сравнили мне было то же самое на мне так не нравилось и потом знаешь там бац 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 и вообще сейчас лучше вообще топовая кого ты мечтаешь на день рождения лобода знаешь там лобода там стоит 8 миллионов рублей по моему выступления знаешь на корпоративе и я считаю что любой продукт так работает если ты постоянно будешь мы мы с тобой знаем обе миксит знаем знаем лошадиная сила знаем знаем понимаешь ну мы может быть не купим другие люди все равно зная пойдут в аптеку увидят знакомый бренд и его купят срабатывает все равно этой истории поэтому мне хочется чтобы бокс новогодний был наш у людей уже вот на подсознании в днк что новогодний подарок это новогодний бокс как один да как один из как одна из опций что новый год можно подарить свитер можно подарить то сё то сё и новогодний бокс вот моя задача понятно то есть ты так психологическую так до проводишь а вот мне интересно а ты сама как-то вот ловишь себя на мысли ой типа что-то многовато там у меня просто есть вот это внутренняя какая-то противостояние знаешь я бы я обожаю свой продукт обожаю что я делаю я бы о нем очень много говорила я во многом там смотрю на тебя смотрю еще на девчонок и думаю блин вот я тоже хочу вот так вот постоянно об этом говорить и прям вот масштабно скажи ты не отлавливаешь себя на мысли ой что-то я совсем много говорю может люди хотят от меня какой-то другой эмоции знакомые мне иногда говорят что не многовато ты знаешь я считаю что когда ты занимаешься делом когда ты ну не многовато может быть для них многовато когда они там знаешь может миллион рублей не продают когда ты продаешь на 350 миллионов рублей ты понимаешь что вообще не многовато знаешь и учитывая то что люди это покупают твой продукт поэтому я считаю что мы должны как бы в какой-то момент определять для себя до работа ну ты либо бизнесмен либо ты блогер до который там не напрягает свою аудиторию делает для нее что как бы что ей удобно и что и комфортно поэтому ну наверно у меня много информации про боксы да но я этим горю я этим живу извините но то есть для меня как бы у меня нету там знаешь прям бешеной там цели конечно я хочу продать все боксы конечно я хочу что все мои проекты были успешными но я этим живу у меня вся моя жизнь сейчас вот последние там три-четыре месяца она для боксов у меня каждый день съемки что-то еще что-то происходит понимаешь почему я не могу про это говорить кому не нравится могут отписаться кому нравится они его купят и как бы это принесет мне поэтому я считаю что может с одной стороны мы стали заложниками своего продукта но по-другому никак ну поэтому мне нравится ты знаешь я стала наоборот я стала усиливать я понимаю что сейчас уже недостаточно контента может быть простого раньше весенний бокс я вообще продал мне там снимала девушка-студентка да у меня девочка продюсер работает она студентка там какого-то там института в общем учатся они там на телевизионщиков на продюсеров на оператор в общем сняли они мне там вдвоем эти видео сейчас смотрю знаешь по сравнению с тем что мы сейчас снимаем я думаю на что снимали вообще на моторолу самую первую как будто бы ну то есть совершенно другое качество и ты сам как бы даже на подсознании да понимаешь то что ты неосознанно наоборот понимаешь что ты как бы растешь и делаешь другого уровня и я делаю сейчас я хочу делать я хочу как кайли дженнер делать я хочу делать блин как самые крутые компании мира и самое главное что понимаешь я же делать не только для себя глядя на на мой контент на твой контент то как ты например показываешь мне очень нравится показываешь свои украшения у людей мы на самом деле в людях воспитываем культуру культуру потребления культуру вообще вот визуала всего люди потом не будут воспринимать какое-то г извиняюсь да они не будут его воспринимать я хочу чтобы людей было качественно качественный контент и чтобы какую-то баночку продавали не грязную там знаешь вот так вот какой-то замызганную там или показала на а вот это вот у меня баночка и она вот будет я хочу для этого снять целую съемку сделать сделать крутой ролик и чтобы это было вкусно красиво чтобы бренду было кайфово чтобы люди кайфанули что они покупают там вот эту вот баночку и они звезда да они как бы чувствуют себя звездой и чтобы у меня как бы я классный продукт делаю как ты своей голове вот вообще пробивала эти какие-то потолки вот еще год назад и не знала боялась продать тысячу боксов а сейчас ты 20000 боксов или даже больше продаешь как вот за год ты настолько сильно раз ширила свои внутренние какие-то потолки и границы и вообще какой можно совет дать в этом направлении ты как-то психологическую работу с собой проводишь или как как в общем ты знаешь мне кажется что ты просто в какой-то момент перестаешь я очень люблю спать воды я просто стала меньше спать и чем ты больше начинаешь работать тем больше ты генеришь и тем больше вот и возможностей для себя мне кажется открываешь чем больше ты интересуешься своей сферы чем больше ты видишь меня знаешь меня очень сильно вдохновляет успех я вот если что-то у меня получилось все я завтра пойду я все деньги что заработала я вложу знаешь что-то другое чтобы сделать еще круче мне вот это очень сильно прям вдохновляет и прям вот драйв наверное порождает во мне поэтому я никакой потолок не ломала я просто стала больше работать я понимаю что для тысячи боксов мне надо как-то я не понимала что мне сделать знаешь ну типа ну я пошла по своей схеме для пяти тысячи боксов я тоже пошла спасать схеме ну я просто больше делала съемок там и всего-всего сейчас для зимних боксов но я делаю три месяца съемки и там придумаем мы собираемся я привлекаю всех своих друзей знакомых самых умных там не умных знаешь что все мы посидим просто генерием просто уже не один мой мозг нужно больше я считаю что труд он и создает как бы там наш успех и а успех уже потом порождает знаешь и мотивацию и все-все-все поэтому я считаю что просто если хочется чего-то чтобы замотивировать она надо просто начать вероника правильно говорит что всегда нужно этом просто иди продолжайте а я вот всегда что никогда не останавливайся вот останавливаться нельзя как только ты остановился кто-то уже вперед пробежал знаешь кто-то чуть быстрее пошел поэтому если здесь для себя определяешь что если ты работаешь я не тот человек который работает просто для себя у меня есть свои мечты у меня есть они там не мать они визуальные вот мне хочется быть как вот как какие-то люди даже вот как образ каких-то людей просто поэтому я просто не останавливаюсь я знаю что у меня есть сила у меня есть ресурс поэтому я просто иду и когда-то остановлюсь наверное скажи какие ресурсы и маркетинговые ресурсы нужно применять чтобы продать на 350 миллионов рублей 20 тысяч боксов как ну то есть если это было изначально я так понимаю на личном бренде то как ты сейчас обеспечиваешь такие большие продажи что вы делаете и куда в какие каналовые на каких каналах вы сейчас сосредоточены в плане маркетинга знаешь на самом деле ничего мы нового прям сказать нет безусловно у нас была весной встречи я приглашала свою приятельницу с которой которая делает там масштабные проекты где они собирают там знаешь собирали олимпийский когда он еще не был закрыт да на реконструкцию кажется его закрыли и мы у нее узнавали там как они работают то есть мы искали новые какие-то пути но это больше в digital наверное а в том что мы умеем ничего нового на самом деле нет да мы стали мы работали с таргетом но ты просто начинаешь для пяти тысяч боксов ты делал один таргет 20 тысяч боксов ты делаешь другой таргет который стоит тебе там десятки миллионов рублей может стоить делали например рекламу снимали со мной ролики сейчас мы делаем круче эти ролики мы стараемся извернуться как-то придумать чтобы это было нереально вообще круто то есть мы там смотрим ищем какие-то идеи что-то выдумываем то есть по большому счету ничего только новые возможности возможно в digital это внедрение например там на youtube какие-то там программы какие-то блогеры и конечно для меня я чуть-чуть консерватор где-то от меня остался консерватор немного мне сложно уходить в то что я не знаю то есть мне очень легко ходить по протоптанной дорожке знаешь и все там увереннее увереннее а когда в какую-то другую степь и когда например говорят ну вот нужно вот очень классно есть например какие-нибудь блогеры которые там знаешь мужчина например который косметику используют них такая классная аудитория тому своих я такая о нет о нет на самом деле это все работает на самом деле это очень круто если ты хочешь развиваться до глобализироваться то тогда нужно искать более более там новые ресурсы людей опять же создавать сообщество вокруг себя которое будет ну эту аудиторию просто наверное расширять как абстрагироваться немного своего собственного да 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 вкус если ты хочешь сделать что-то глобальное то ты должен делать всех ты должен учитывать абсолютно всех ты не должен учитывать только тех кто тебе нравится или только рамки того что тебе слушай мой бокс может быть купит и никогда не откроет его знаешь а для меня это там ценнейший там какой-то продуктом понимаешь да а может кто-то скажет кому-то подарит скажет что за фигню ты мне подарил то есть на самом деле или там кто-то купит знаешь и для меня это для кого-то этот ценнейший подарок а для кого-то это так на сдачу там секретарю подарить например да и поэтому я не могу как бы повлиять на то и не могу если я делаю что-то глобальное то как будут относиться кто его будет покупать поэтому моя задача если я хочу делать что-то супер масштабное просто открыться знаешь открыться всему миру и как бы принимать то что его будут покупать все что его нужно рекламировать как бы везде где можно везде как можно безусловно я ну не буду работать с блогерами которые просто ну совершенно там продают какие-то дешевые товары то есть для меня это просто не интересно даже наверное потому что их аудитория им не нужно это и они там уже у них такая реклама которая не сработает на меня а тратить лишний миллион рублей знаешь на кого-то мне был сегодня было бы просто хочу сказать пипец как интересно у него очень хотелось попробовать поработать с блогерами из тик тока но они такие дорогие века они вообще просто ты не понимаешь миллион сто миллион сто стоят топа девочка ну да там девочка стоит миллион сто просто чтобы она там снялась видео да там сделала тик ток например если там съемочный день ее еще там плюс то это еще там райдер есть какой-то представляешь мне бы очень хотелось потому что это молодая аудитория но это однозначно я пока что еще не совсем готова вот если сделаю когда-то 50 тысяч боксов наверное я пойду к ним потому что здесь не угадаешь ну скорее всего я угадаю что мне много продаж это не принесет но это конечно вот так же это то что сделает твой продукт максимально популярным известным это очень круто но пока что конечно я пытаюсь искать каналы которые мне принесут прямые продажи безусловно есть те ресурсы и каналы которые мы используем понимая что это просто имиджевая история это какая-то социальная история благотворительность это какие-то съемки имиджевые которые нам не приносят да там коллаборации с кем-то но в целом сейчас мы конечно пытаемся выжить чтобы это приносило нам давала какие-то прямые продажи но это я очень хочу попробовать все таки я думаю что я с тик токерами что я с ними что-нибудь сделаю в рамках прямых продаж какие самые лучшие каналы это блогеры или этот таргет или что это очень хорошо очень хорошо работает таргет когда он правильно настроен мне все время ксения вам надо текст полностью игры в смысле и мой текст уникальный надо поменять я очень хорошо работает я продаю ну слушай на закрытой продаже мы делали early bird это когда люди покупали а не зная наполнения покупали волосы люди купили 8000 боксов ну то есть все что было на продажах все купили да 150 миллионов мы сделали просто столько доверия ты уже вырастил людей за вот время то как ты делаешь боксы что они готовы даже вслепую тратить по моему 30 тысяч рублей на черный бокс да и поэтому лучшее что я могу сделать это делать себя более качественным продуктом вот ты знаешь самое важное вот что я понимаю в россии сильно не уходить в люкс раньше у меня была мечта это знаешь отходя от темы мне всегда казалось что вот как круто быть вот нашим люксом да вот все эти девушки женщины и потом в моменте знаешь по щелчку все поменялось да когда татлер по моему тогда выложил что инстаграмщица не инстаграмщица я была тогда в их числе и когда ксения собчак потом организовала вот эту вот передачу она мне тогда она мне писала лично ксюша пожалуйста ничего плохого не будет приходить я говорю ксения я говорю готова вас приглашать в салон готова быть с вами вообще подружкой говоря но на вашу передачу не пойду спасти он такой не пожалуйста я говорю не 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 давайте как-то без меня я не пошла потому что ну я как бы не хочу в этом как бы сэрборе участвовать знаешь и но после этого я поняла что мир вообще изменился на самом деле в россии наоборот знаешь люкс люкс стало быть как бы как только ты становишься люксом это становится либо стрёмно либо ты теряешь связь с народом поэтому очень важно на самом деле не терять связь народом и быть своим ты можешь очень сильно меняются вот почему люди например я вижу что у нас тут и format почему я например там резко люди там начали этом fetish она например раньше там одевалось там в так потом резко знаешь там изменилась стиль стал там так а ее там привыкли видеть там настюха который там такая там свая она которая прям свой образ девушки да и как она себя вела и там как она одевалась выглядела безусловно всем нам хочется хорошо выглядеть хорошо одеваться да там метам красиво украшение красиво там как-то выглядеть но это очень сильно влияет на то как на нас люди реагируют я не знаю то ли это у меня какие-то комплексы то ли действительно я бы чувствую и вижу что люди от меня не очень как бы хотят видеть они не хотят знаешь чтобы что этом куда-то в космос кто-то безусловно будет рад будет мотивируя что ксения на самом деле нужно быть своим и вот у меня есть знаешь такая история вот я даже в знаешь вот я пришла в кольце вот я вот так вот всегда например там лишний раз вот знаешь вот я там переверну или там я не приеду на работу там на какой-то машине например который там будет зачем чтобы это люди видели я не выставлю в instagram что-то знаешь там какой-то посмотрите какая у меня машина безусловно бывают знаешь ну там хочется из сумки, там, и одеваться, и это, ну, как бы, уже, знаешь, и не маленькая, не юная девочка, там, могу себе это позволить, но на показ вот это всё, знаешь, там, вот, типа, распаковка, посмотрите, я купила себе сумку, я купила себе там то, сё, там, третья, десятая, и вот это вот, жить вот в этом, я понимаю, что это не моя история, потому что мне важно быть с людьми на одной волне, поэтому стараюсь, вот, как бы, не нужно и себя и строить, что ты проще, чем ты есть, да, ты такой, но чем-то вот показывать людям, вот, что вот так вот, ты тогда перестанешь, да, они будут, они выберут другой ориентир, я Самире всегда своей подруге говорю, Самир, я говорю, вот ты занимаешься с детства гимнастикой, я говорю, вот ты для меня, для некоторых ты, наверное, там, показатель, талон, глядя на тебя, они мечтают, да, сесть, я, глядя на тебя, не мечтаю сесть на шпагат, потому что я знаю, что ты этим с детства, что для меня это нереально, ну, как ни крути, я не буду, как ты, я не буду туда, там, крутить колеса, там, что-то еще, я говорю, а вот если бы ввела какая-то девочка, которая, не знаю, ну, которая, во-первых, там, по пропорциям, там, какая-то более простая, либо, там, которая начала, там, этим заниматься в каком-то осознанном возрасте и потом стала это вести, вот ей бы я поверила, сказала бы, да, вот, классно, вот, круто, я тоже так хочу, поэтому нельзя быть недостижимой какой-то, знаешь, вершинкой или вот как-то слишком далеко от людей уходить, чтобы они тебе всегда доверяли. Я с тобой во многом согласна, однажды я была у тебя в салоне, и ты зашла, и сзади тебя шли мужчины, которые несли пакеты из ЦУМа или от куда-то другую, и это было очень много пакетов, и честно тебе скажу, даже я тогда очень вдохновилась, думаю, вот, Ксюшка, молодец, как зарабатывается, так тоже так хочу. Ну, Ксюш, давай перейдем постепенно к вопросу цифр, потому что у меня есть сейчас прекрасный шанс для наших слушателей и зрителей развенчать миф вообще просто, сколько же Ксюша зарабатывает на боксах, но мне кажется, что наши зрители, которые просто могут, знаешь, перемножить тираж на цену и получить какую-то вот цифру в стиле 350 миллионов, думая, что тебе это все бренды, продукцию предоставляют бесплатно, они очень ошибаются, я думаю, о финальной цифре, сколько вот у тебя план, например, заработать на вот этих зимних боксах, на этом тираже, какая прибыльность у этого проекта? Ну, про боксы я не могу сказать, к сожалению, я могу говорить про что-то другое, мне очень многие спрашивают, ну, я зарабатываю, скажу так, что я работаю не за бесплатно, я зарабатываю, безусловно, из 350 миллионов рублей, а сколько-то миллионов будут мои, вот, то есть я заработаю на этом не 100 тысяч рублей и не 200 тысяч рублей. Можем какие-то вилки обсудить? Вилки. Ну, вот, например, ты заработаешь 30 миллионов рублей или больше? Мне бы хотелось очень заработать больше, но я не знаю, насколько это получится, потому что у нас есть некие, как бы, загвоздки в этом, все зависит от того, какие деньги, мы очень большие деньги тратим именно на рекламу, как я говорила, и какие-то маркетинговые расходы, то есть для того, чтобы бокс продать, мне нужно все-таки, ну вот. Много ресурсов потратить. Да, да, мне нужно очень много ресурсов, и тут, знаешь, вопрос, ты как бы их сократишь, как бы эти расходы, либо не сократишь. Я тот человек, который не сокращает, и я тебе говорила, что если я мечтала 50 тысяч боксов сделать, а я мечтала там снять большое, я вообще планировала, что вот я сделаю 50 тысяч боксов, я пусть не заработаю, я привезу там кого-то, там какую-то звезду мирового масштаба, я там что-то сделаю, но это будет как бы самый лучший проект в моей жизни, грубо говоря. Поэтому можно заработать, понимаешь, на любом деле можно заработать вообще очень-очень много, но ты как бы не потратишь ни копейки, знаешь, и люди получат в пакетах, да, например, там эту косметику. А можно как бы тратить и на рекламу, которая там это стоит миллион рублей, это стоит там то, это стоит столько-то. У меня есть обязательство перед брендами, самое главное, потому что они мне дают, и они от меня ждут качественную рекламу. И для этого нужно тоже делать и тот же самый таргет, и нужно делать и сам контент. Нет, ну это понятно абсолютно, что огромная у тебя статья расходов на сам продукт, на продвижение его, на обеспечение того качества всей этой истории, какую ты гарантируешь. Но я бы очень хотела, ты знаешь, мне будет очень приятно, если я смогу заработать эту сумму. Больше 30 миллионов. Нет, если я 30 миллионов смогу, да. То есть ты зарабатываешь меньше, чем 30 миллионов. Ты знаешь, нету в боксах, это такая история, нету определенной маржинальности в любом случае, потому что у меня есть четкая цена. Я продаю боксы там по 15 тысяч рублей, и я планировала, что я их как бы... Если бы я поставила больше цену, я бы могла больше продавать, соответственно, больше заработать. Летом мы сделали чуть больше, потому что мы... Себестоимость у нас очень сильно выросла, мы там добавляли гаджеты, и мы не могли вообще по-другому. То есть здесь все зависит от того, я могу положить наполнение, понимаешь, там сказать, вот бокс стоит 15 тысяч рублей, наполнение будет на 35 тысяч рублей. Ну и как бы хотите, берите, но тогда у меня не купят, ну как бы 20 тысяч штук, например. А мне... И я добавляю себестоимость, то есть для меня себестоимость растет, и поэтому это не дает мне возможность. То есть на самом деле с боксов можно там заработать, знаешь, было бы классно и 50% с боксов заработать, офигенно, конечно, там знаешь, со всеми там договориться, там всех уломать, но у меня тогда наполнения не будет, у меня будет пустое наполнение, и бокс за 15 тысяч рублей будет на наполнение по 15 тысяч рублей, поэтому... У тебя от бокса к боксу растет себестоимость? Если честно, да, потому что у людей, во-первых, запросы, ожидания растут, и я не могу, то есть мы каждый раз уже, я такая смотрю, блин, ну не очень, блин, ну так, и знаешь, ты там вроде уже на подарки мы очень много тратим, ну типа мы там вот сейчас реально у нас на подарки, ну миллионов 10, наверное, мы потратим, на подарки, ну реально очень много, понимаешь, и вот это, это тоже все как бы закладывается в себе, с которой, ну то есть это вроде не себе с бокса, но это как бы деньги, которые мы подарили, грубо говоря, и у людей, знаешь, ты вроде там уже подарил это, подарил то, пятое, десятое, они такие, а это все, а еще что-нибудь будет, и поэтому мы сами разговариваем внутри коллектива, что мы столкнемся с такой проблемой, мы уже сталкиваемся, что мы не можем оправдывать ожидания людей, мы продаем реально косметику в три раза дешевле, чем она как бы стоит на полке, да, чем ее, и вот как ни крути, они не купят ее за такие деньги нигде и никогда, но блин, и люди все равно недовольны, понимаешь, например, становятся, поэтому боксы сложные, это такая история, знаешь, праздничная, разовая, но это невозможно делать всегда, я понимаю это там четко, что я не смогу, либо должны быть какие-то паузы прям, а я человек азартный, мне как бы неинтересно, знаешь, на год оставить бокс и потом опять, пока что их оставлю, кто-то другой сделает, поэтому сложная история, растут косты и все время непредсказуемо, нам все время приходится, знаешь, мы вроде сделали наполнение и такие потом смотрим, что реакция, например, ну предположим, человек уже на тот продукт, который всегда реагировал классно, у него уже реакция так себе, например, на него, и мы понимаем, что пипец, нам, по-моему, надо что-то еще докладывать в боксы, ну как бы это же мы уже как бы со свой счет, понимаешь, это уже статья расходов, уже та, которая вроде наша, это та, которая уже наша прибыль, и мы докладываем, 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 и вот так это происходит, а на 20 тысяч боксов, Ну, чтобы ты понимала, 30 миллионов рублей на 20 тысяч боксов, это сколько, я так сейчас не посчитаю, но это, знаешь, например, там какое-то средство, которое, предположим, даже оно тебе 800 рублей обойдется, это уже там сколько получается, 16 миллионов рублей, если я не ошибаюсь. Да? 16, наверное. Сейчас наш калькулятор. Да. Это потом мы добавим, я думаю, эту цифру. Скажи, будешь ли ты вот еще расширять линейку боксов? Например, вот у тебя есть сейчас премиальный бокс, а планируешь ли ты какое-то вообще более доступное сделать или нет? Ну, мы, честно, придумали эту историю с боксами, с черными, просто случайно, такая новогодняя, классная, мы даже не рассчитывали, но реально, я говорила всегда, у людей нет денег за 30 тысяч рублей, боксы просто полный солд-аут за 30-ку, понимаешь? И люди все пишут, о боже, почему я купила красный, а не черный? Просто это такая история, что у людей нет денег, так в России, да? Я бы, может быть, хотела делать, но у меня нет возможности, я уверена, что людям не будет хватать эффекта вау, если этот бокс будет 7 тысяч рублей стоить, в 15 тысяч рублей мы умещаем тот набор, который полноценного ухода, а так, я думаю, что все-таки у нас аудитория немножко другая, как ни крути, знаешь, мы взращиваем, конечно, нашу аудиторию, но основная аудитория – это та, которая готова и хочет тратить деньги, для них там бокс – это хороший набор косметики, и уменьшать сейчас, и давать им что-то меньшее, они просто разочаруются, знаешь, и как бы им не нужно три средства с выгодой там, не знаю, там сколько там процентов, 150, да, там 300 процентов выгода, им это неинтересно, поэтому им интересно сразу что-то масштабное брать. Ксюш, а скажи, а нет ли такого, что эти продукты, которые просто продаются в рознице, которые есть в боксе, просаживаются в продажах из-за того, что есть боксы, они теперь, ну, как бы могут себе позволить эти продукты в другой цене, то есть просаживается ли розница на фоне бокса? Безусловно, есть история, что когда боксы продаются, ну, соответственно, люди покупают в боксах лучше, чем покупают отдельно этот продукт, и учитывая то, что там три продукта, например, стоят как цена бокса, то, конечно, люди выбирают бокс. Но, ты знаешь, делятся люди, мы же все-таки стараемся расширять нашу аудиторию, есть люди, которые, например, заказывают боксы и живут от бокса до бокса, то есть вот у них есть набор косметики, они тратят 15 тысяч рублей, через 4 месяца вышел другой бокс, они на него тратят. И вот их, как бы, в принципе, ну, как бы их уход, это, да, там, жить, например, там, и тратить деньги на косметику только вот в рамках бокса. А есть другие люди, которые не хотят вообще париться, не хотят участвовать в этих гонках, и они просто, я, например, рекламирую бокс, предположим, что вот это вот средство будет в боксе, и я вижу на следующий день по продажам, что там за этот день, например, купили там 20-30 штук там масок, да, на разных площадках, там, и за эту неделю там купили, например, по Москве там, ну, штук 100 этих масок. То есть все равно есть люди, которым нужен здесь сейчас продукт, они не ждут этой перспективы. Бокс, наоборот, это такая история, это возможность людей знакомиться с продуктами. Просто кто-то для себя уже, как бы, более такую удобную, наверное, историю придумал, что вот там буду бокс, это мой, там, косметический набор. А в основном-то это возможность пробовать продукты дорогие, которые стоят реально недешевых, там, недешево, пробовать их по доступной цене. Что если что-то тебе не подошло, тебе не нужно, знаешь, там, крем за 9 тысяч рублей покупать полноценный. А ты купила его в боксе, но не подошел, ты его подарила. Ну, по крайней мере, тебе не жалко это делать. Ксюш, вот хочется, вот столько много всего ты делаешь, и просто у меня дальше вообще, на самом деле, есть блог про волонтерскую деятельность. Ну, вот мне как-то хочется, на самом деле, эту твою личность подсамапить вообще просто. Скажи мне, ты вообще устаешь? Вот ты вчера написала у себя в Инстаграме, что ты, ну, задолбалась, назовем это так. Скажи, пожалуйста, как ты вообще вывозишь это просто вот морально? Ты такая хрупкая, маленькая девочка, у тебя наставник какой-то есть, который тебе помогает как-то поддерживать. Как ты генерируешь столько энергии вообще, и тебя на все хватает? Ты знаешь, мне нельзя останавливаться. Я такой человек, я как только останавливаюсь, у меня вот была неделя тут, знаешь, такая свободная. Я вот как только останавливаюсь, я просто сплю максимально до часа, до двух часов дня, и могу не вставать с кровати. И чем больше я сплю, тем больше я чувствую себя разбить. И знаешь, что я просто разлагаюсь, у меня такое ощущение, что все, я больше не соберусь. И поэтому мне очень важно всегда быть собранным, как бы вот таком, потому что я даже ругаюсь на своих сотрудников, говорю, не ставьте мне там в день по две съемки, поставьте мне каждый день, чтобы я была всегда в тонусе. Ну как-то чтобы по собранней, потому что сложно, когда у тебя несколько дней свободно, и ты знаешь, это же просто овощ какой-то, да? А здесь ты просто постоянно на бегу. Мне вот важно постоянно просто бежать, и вот не оставь, потому что как только я начинаю, знаешь, вот начинаю грустить, все, меня начинают засасывать в эту пучину негатива, знаешь, эмоций. Поэтому, слушай, успеваем все, самое главное просто выбирать для себя, как люди взрослые, вот в большом бизнесе, как люди работают. Ну не устают же, но вот и я как-то не устаю. Тем более у меня пока что нету, знаешь, детей у меня нету, семьи, поэтому я считаю, что мне это точно нужно делать сейчас, как бы потом, потому что когда у меня не будет уже так много времени, я, безусловно, не думаю, что я никогда не буду домохозяйкой, не буду человеком, который будет, знаешь, хранить быт, домашний очаг. Мне всегда нужно будет работать, но сейчас у меня есть максимальное количество времени и возможностей, знаешь, исполнить все свои мечты. Вот так. И у меня была очень, конечно, такая вот мечта большая, до 30 лет успеть то, что я хотела сделать. К сожалению, у меня не все получилось, потому что карантин действительно очень сильно, как бы, так, подпортил. Это касалось даже не заработка денег, а вот именно какого-то внутреннего ощущения, какого-то статуса, может быть, успешности. У меня не все получилось. Что ты хотела? Ну, у меня были какие-то свои моменты, знаешь, мне очень хотелось там в этом году во Францию, например, там что-то решить, вот эту мечту, которую я тебе говорила. То есть я хотела больше, то есть даже не было каких-то определенных, знаешь, прописанных мечт. Я хотела в Европе сделать тоже, начинать делать какие-то мероприятия, там, обеды, там, бьюти-бранчи, делать в Европе, поехать в Париже и вот прямо там начинать тоже разворачивать вот свою деятельность, так как брендов много тех местных и поддержка от них колоссальная. Вот, то есть мне хотелось выходить на такой, на европейский уровень, на европейский рынок, потому что у нас очень много клиентов, кто русский и заказывают из Европы. И все-таки у нас, как ни крути, когда ты русский, знаешь, думают, что ты отстой, а когда ты русский, который живет в Европе, ты уже другой, ты классный, да. И вот у нас какой-то такой менталитет, когда ты вот немножко там, то на тебя смотрят с большим интересом. И у меня вот как раз-таки возникла такая вот идея, я говорила, что раньше вот я думала, знаешь, там, хотела, думаю, блин, люкс, классно, премиум, это вот все супер. Потом я поняла, что нет, я хочу вообще другого, мне хотелось выйти на европейский рынок, на европейский какой-то уровень, да, там делать какие-то дела, и я понимала то, что это будет как бы это сработать. Но, к сожалению, ну, просто возможности, я просто хотела это уже с зимы, с весны, с прошлой делать, но у меня как бы не получилось это реализовать. Но в целом у тебя такой тренд, и твой вижен, он на Европу, на Запад направлен, да, то есть ты хочешь в дальнейшем развиваться в этом направлении. Ты знаешь, мне даже больше интересно, наверное, страны СНГ, но я понимаю, чтобы их охватить, мне не нужно ехать, там, знаешь, именно там туда, точечно, там никто не будет. Можно поехать в Европу, и там, да, и там, знаешь, вот как это называется, лучевая, да, получится история. Для нашего человека это так и работает. Например, чтобы про тебя начал писать глянец здесь, про тебя должен начать писать глянец там. Да, поэтому это работает, безусловно, мне было бы интересно когда-то, может быть, с американским рынком что-то попробовать. Ну, так вот менять кардинально свою жизнь я не готова пока что, и я как бы не задумываюсь над тем, но американский рынок, конечно, это у них и другое качество, ну, всего, материалов, знаешь, вот, ну, всего, возможностей что-то делать, классный продукт. Конечно, мне бы хотелось в России это делать, мне бы хотелось, чтобы Россия вообще расцветала, но я думаю, что нам еще долго-долго-долго до этого. У меня вот следующий вопрос как раз про вдохновение, кто тебя вдохновляет и кем ты вдохновляешься, и это, получается, все-таки Америка, Кайли Дженнер, наверное, ее высокие стандарты, или кто-то другой, или, может, тебя какие-то простые вещи вдохновляют? Ты знаешь, я не скажу, что прям такие стандарты Кайли Дженнер, на самом деле они ничего такого, да, не делают, ну, просто у них охваты, у них совершенно другая аудитория. Если бы у меня была такая аудитория, я думаю, что боксы бы знали во всем мире, знаешь, и боготворили бы, но у нас нету, у нас нет такой покупательской способности, это раз, да, у нас как бы не зашло бы, такие и шоу, и мне это не нужно, ну, как бы я не Кайли Дженнер, да, но мне нравится то, что она делает, вот, учитывая ее бюджеты, ее возможности, она делает вау, я хочу делать вау, учитывая свои бюджеты, свои возможности, но я знаю, что я как бы все равно приду, я буду меньше зарабатывать, но я приду к тому, что я буду делать, знаешь, такого прям мирового качественного уровня, что-то вот прям. Кем я вдохновляюсь? На самом деле меня больше вдохновляет, честно говоря, меня женщины не очень сильно вдохновляют, то есть мне нравятся женщины, мне нравятся те женщины, которые очень мудрые, мне нравятся женщины, которые деловые, мне, безусловно, интереснее всегда общаться с теми, кто работает, но мне нравится больше женщины не с женской энергетикой, а такие вот, знаешь, вот, состежные, предприимчивые, да, мне сложно с теми вот, с кем вот просто посидеть, я начинаю опять же вот с ними, знаешь, начинаю растекаться, и мне кажется, что моя жизнь не в том русле протекает, что я вот свою всю женскую энергию там убиваю, растрачиваю, но мне кажется, что я уже определилась в своей жизни, поэтому не нужно, знаешь, вот уже вот размениваться на что-то, да, что кажется, может быть, вот это мое, вот это, я уже понимаю, что мое, и мне кажется, ты тоже вот, ты деловая, и уже, знаешь, думать, ловить себя на мысли, а может быть мое, это вот сидеть дома, да, это уже самообман, на самом деле, мы не сможем сидеть дома, мы не сможем ничего не делать, поэтому нужно, знаешь, вот это рвать и метать, постоянно что-то генерить. И мне в этом плане нравятся мужчины, конечно. Мужчины, они, блин, они такие работоспособные, если честно. Мужчины, это люди, которые, знаешь, никогда не устающие, постоянные, вечные, вечные двигатели. Поэтому сказать, что кто-то там конкретный, нет, у меня есть очень много моих там, из моего окружения людей, которые меня очень вдохновляют, и которыми я прям реально, знаешь, там, кому я могу прийти, спросить совета, у кого я могу, прям, ну, то есть для меня это люди-авторитеты. То есть у тебя есть мужчины-бизнес-наставники, я бы так сказала. Да нет, не бизнес-наставники, просто есть… Ну, кто-то советом может помнить. Слушай, ну, есть, я всегда, знаешь, мне не лень, мне не как бы, мне не сложно, и я очень люблю, наоборот, приходить и спрашивать. Это вот будь, например, какой-то знакомый человек, вот если мы будем сидеть в мужской компании, там, и будут там девушки, мне, скорее всего, не будут любить девушки, потому что я буду сидеть с мужчинами, разговаривать, спрашивать у них, а вот это, вот это, если мужчина будет интересен мне в плане работы, там, что-то вот, например, в плане своей какой-то сферы деятельности. То есть, Ксюша, я правильно понимаю, если ты что-то не знаешь, то ты берёшь и ищешь способы это узнать. Ты задаёшь вопрос, ты интересуешься, ты находишь людей, которые могут ответить на твой вопрос. Просто, на мой взгляд, многие люди достигают какого-то своего потолка, потому что они просто не знают, как решить эту проблему, как ответить на этот вопрос, и, как бы, вместо того, чтобы просто пойти и спросить совет, они думают, что это, ну, какой-то зашквар, ну, как я пойду, спрошу совет. А надо это делать, согласись, и вот давай скажем нашим слушателям то, что это вообще круто, когда ты, ну, ищешь советы в других сферах, там, задаёшь вопросы, читаешь какие-то книги по определённым проблемам. То есть, если ты не знаешь, то не означает, что не знают другие. И кто-то обязательно уже прошёл твой опыт. Это сто процентов. Я раньше была такая, что, знаешь, мне казалось, что вот у меня есть в голове свой план, что вот так вот правильно. И мне всегда, когда там подсказывали, да, что-то говорили, какое-то своё мнение, мне казалось, нет, вот что-то по-другому. Потом в итоге приходило к тому, что на самом деле вот всё, что мне говорили люди, которых я выбирала, да, своими авторитетами, которые были вот для меня просто вот неким мерилом, что они были правы. И поэтому вот, например, сейчас я зачастую, я спрашиваю мнение. Потому что я даже, знаешь, в каких-то там, как сотрудникам поступить, как в какой-то ситуации поступить. Потому что у меня, конечно, есть мнение, я могу его принять сама. Но я не хочу ошибаться просто. То есть, знаешь, есть путь, когда ты позволяешь себе ошибаться. Я прошла этот путь, я себе позволяла много ошибаться. Ну, я позволяю в какой-то степени. Но когда у тебя уровень ответств, ты понимаешь, что твоё решение, оно будет стоить вот тебе столько-то, ну, как бы не очень хочется ошибаться. И поэтому я предпочитаю спрашивать. И, ты знаешь, как-то работает действительно. Поэтому мне очень нравится мужчина, меня вдохновляет мужчина. Классно. А в плане сотрудников, ты сейчас нанимаешь тех людей, которые, как бы, не знаю, экспертнее тебя, умнее тебя? Какой у тебя тренд сейчас вот в рамках команды? Однозначно. Я сейчас интересуюсь и нанимаю людей, которые исключительно умнее меня. Потому что я сильна в очень узкой, да, какой-то сфере специализации. Опять же, у меня нету, как бы, качественного образования. Поэтому мне максимально интересно с людьми, которые более профессиональны, конечно, чем я. Мне очень нравится. Раньше у меня было, знаешь, я боялась более профессиональных людей нанимать, потому что мне казалось, что, ну, как бы, быть обман... Ну, знаешь, быть на крючке у таких людей, как бы, опасно, что, там, твой бизнес у тебя же, там, и отберут. Вот, знаешь, в итоге ты останешься ни с чем. А сейчас я понимаю, что мне интереснее с этими людьми. Эти люди могут помочь мне быть совершенно в другом месте. И, знаешь, расширяется вот сразу кругозор. Ты вот видишь только так, а у тебя сразу новые горизонты открываются, да, новые возможности как-то что-то увидеть, решить. И поэтому мне очень нравится работать с профессионалами. И я сейчас даже думаю, знаешь, о том, что, блин, как было бы классно там нанять... То есть сейчас уже задумываюсь о каких-то, знаешь, корпорациях. Ну, вот, например, вот есть, да, ну, вот есть Сбербанк, грубо говоря, есть какие-то вот там компании крутейшие, которые нанимают топовых просто себе каких-то сотрудников. Я думаю о том, что там в будущем, в ближайшем будущем я бы хотела уже нанимать каких-то управленцев, там, людей, которые в финансах сильные, которые будут, пусть они будут дорогие, нереально дорогие, но они выведут меня на другой уровень, на который я точно сама себя не выведу, потому что я просто не думаю так, как они, у меня нет такого уровня знаний. То есть вложение в команду – это маст абсолютно, и это путь к масштабированию 20 тысячам боксов. Да, ну, 20 тысяч боксов, как ты видишь, я могу сама, да, вот со своей командой. 50 тысяч, да, ну, я боюсь, что я все-таки не решусь на 50 тысяч, все-таки мои нервы, знаешь, немного, я очень сильно, думаю, устану в этом январе, и я пока что не готова, но думаю, это и пока что я говорю так, что следующий Новый год, скорее всего, да. Какие цели у Ксюши Шипиловой на 21 год? На 21 год? Сначала я думала, что я буду масштабироваться, что не успела масштабировать все в 20 году, а потом я поняла, что я делала очень много ошибок в 20 году, что значит дыры такие, да, которые вот есть и которые нужно закрывать, поэтому даже в плане развития, там мы думали много брендов там брать в следующем году, какие-то из Англии брать бренды, у них же много эко-брендов, да, косметических, и мы прям были максимально настроены на это, а сейчас, знаешь, вот я просто поняла, что нужно не вширь, а вглубь, что мне нужно посвятить именно этот год на то, чтобы у меня прошлый год был вот такой, наверное, а этот год я посвятила тому, что вот вширь, и я увидела, что вот мне нужно на все, видимо, знаешь, когда я сильно расширяюсь, мне нужно два года, один год расширить, а второй год мне нужно вглубь, да, поработать. У меня абсолютно те же мысли в голове. Ксюш, а о чем ты мечтаешь? Ой, не знаю, о чем мечтаю. Ну, я говорила, я мечтаю о чем-то, мне хочется что-то сделать, знаешь, после себя оставить в мире что-то великое. Вот я смотрю, почему мне нравятся Штаты, я смотрю, вот у них какой-то, знаешь, едешь, какая-то высотка, и вот Дональд Трамп, какой крутой чувак, знаешь, сколько всего он построил, и сколько, знаешь, едет человек и думает, это мое, вот это мое, вот это мое. Мне очень хочется, чтобы после меня что-то осталось, знаешь, в этом мире, поэтому мне очень хотелось бы, чтобы я сделала какой-то глобальный там проект, не знаю, стану я там каким-то великим человеком, не стану. Просто хочется остаться, наверное, потому что, ну, для меня это важно. Мне хочется, чтобы моя жизнь, вот так как я практичный человек, знаешь, чтобы осталось вот что-то, не только там деньги на счету, или не только там светлая память об этом человеке, а что-то, чтобы я сделала классное в этом мире, и оно осталось там другим людям, осталось. Я даже, я не могу пока что визуализировать, может, я пока что и не понимаю, что, может быть, это завод, который я мечтаю открыть. Мне, например, очень нравятся, знаешь, там компании Avon, Refrain, на самом деле такие крутые. У меня, мы работали в детстве, у меня мама работала, моя сестра работала, мама. Это такая крутая вещь, представляешь, Avon, все умрут, а я останусь, а Avon останется точно. Ну, что-то очень крутое мне бы хотелось сделать. Ксюша, спасибо тебе большое за это интервью. Тебе спасибо. Я надеюсь, что все твои мечты сбудутся и все цели реализуются. Очень было приятно с тобой поболтать. Спасибо, Вик, мне тоже. Я надеюсь, что ты не устала от меня. Вообще не устала. Очень приятно было. Спасибо большое. До свидания. Вика, бизнес, чика. Вика, бизнес, чика. Вика, бизнес, чика. Вика, бизнес, чика. Вика, бизнес, чика.